Вы сами во время одного из выступлений говорили о том, что вас никто не знает по именам. Да. Позволь, я начну с этого нашу беседу. Даниэр, а что значит твое имя? Ну, мудрый. Там есть такое слово с арабского. Мудрый. Там есть что-то такое связанное с талантом. Я не знаю. Просто я запомнил, что это мудрый. Недавно Даниэр выпустил свой первый большой стендап-концерт. В ноябре месяце, по-моему, выложил. А нет, я сделал... А выложил, да. Выложил, да. Но было 11 августа, день моего рождения. Они, значит, поймали пирожка Оз и поехали по трассе Целиноград-Покровка. Чтобы вы понимали, на тот момент трасса Целиноград-Покровка выглядела именно так. Я напомню, что это август, лето, дождя не было. Это слезы водителей. Понимаете, их так трясло, что мама меня родила раньше срока, не доехав 3 километра до Покровки. Я родился на трассе. Ты во время стендапа сказал о том, что Азамат Мусагалиев написал для него песню. Это правда? Да, это правда, да. Это правда. Аза написал песню. Я исполнил эту песню. Прям и слова его, и музыка его. Классная песня. Как все закончится у меня с юмором, с гастролями, с концертами моими. Я хочу заняться именно песнями. Надеюсь, в топ-5 песен Джумадилова-Данияра будет одна из песен Азамат Мусагалиева. Надеюсь. Отпередил мой вопрос, потому что я хотел спросить. И музыка, и слова. Все его, да? Да. А вы дружите? С Азаматом? Да. Да. То есть я имею в виду не товарищей, а прям дружите? Ну да, это как мой, ну, если не скрывать, это как родной мой старший брат. А когда это зародилась дружба? Ой, зародилась эта дружба, я даже не помню, если честно. Ну, познакомились, конечно, мы тогда, когда Камызяки играли в КВН, и Спарта играла в КВН. Мы почти так одинаково примерно боролись. Так, 2000, если не ошибаюсь, 12 или 11 год, Камызяки, когда заявились в высшую лигу, я сейчас могу ошибиться. Примерно тогда мы тоже пытались в какую-то телевизионную лигу попасть. Вот, тогда Азамат нам помогал, познакомились мы тогда. Человек высшей лиги, когда, ну, то есть мы играли, это, наверное, чемпионский сезон был, и 2016 год сезон, когда мы стали вице-чемпионами. Вот эти вот годы, сезоны, Азамат прям до 6 утра, каждый день, когда у нас были сборы в Москве, Азамат до 6 утра. Причем, там, кто-то подумает, что за авторство там деньги берут, но были авторы, которым мы платили, а Азамат ни копейки не брал. И он помогал от чистого сердца. Он, ну, такой хороший человек в жизни, очень. А просто на сцене, может быть, образ такой, но в жизни это просто очень сильно офигенный чувак. У тебя, ты говорил, есть 30 минимум написанных песен, там и текст, и музыка? Да, 30, а откуда ты узнал, что я 30? Я готовился интервью, ты смотрел. Это где-то есть, что ли? Да. Я говорил, да, это? Ну, я не знаю, 30, но много песен есть у меня, да. Некоторые песни я даже отдал там артистам из Казахстана, да, которые там стали популярными песенами. Ну, сейчас не буду называть, но есть. Да. Мне кайф, я думал, блин, ну, классно же, когда твои души понимают, понимаешь, и поддерживают. И для народа это очень прикольная песня, когда они говорят, вау, классно, супер. Для тебя это, это как будто твое творение внутри из тебя вот так выходит. Люди говорят, да, ты адекватен, ты нормальный, ты классный чувак. Ты же как ребенок. Да, да, да. Да, да, да. Мы начинали с тобой с концерта, песню, которую он написал, типа, Азамат. А скажи, пожалуйста, а когда ты успеваешь писать стендап, это же, его надо же еще проверять. То есть это очень большая работа. Люди обычно только этим занимаются. Да. Я вот сейчас, у нас проект сейчас будет, пока мы не понимаем, что за проект, первые съемки еще не случились. Они будут только вот через 3-4 дня. Я не знаю, когда выпуск выйдет, твои передачи. Но сейчас, на данный момент, через 3-4 дня у нас уже первая съемка здесь, в Москве. И я вот думаю, а у меня концерт будет в Якутии. У меня концерт будет в Анталии, в Дубае. Потом в Стамбуле будет, в Жизхазгане будет, потом в Атарау будет в Казахстане. И я не понимаю, что я буду говорить. Потому что, ну, времени нету. Но, но меня папа научил одной вещи. Он говорит всегда, нельзя говорить, нету времени. Никогда не говори, нету времени. Даже если у тебя там есть час или полтора часа, ты должен спокойно сесть. Например, ты должен расставить приоритеты. И вот, например, ты понимаешь, ты в Москве сейчас, у тебя скоро игра. А через 10 дней у тебя концерт в Якутии. Давай часик удели этому концерту. Все спокойно. Например, я сижу и что-то пытаюсь. Но нужно же это всего проверять, это все проверять. И у нас есть в Астане, есть стендап-клубы, где можно это все проверить. Но я думаю, что я буду честен перед зрителем. Я скажу, ребята, сейчас я буду не то, что проверять, я не понимаю, что будет происходить. Поэтому давайте просто от души пообщаемся. Вот такой концерт я готовлю. Вас ждет сюрприз. Если гитара будет, ты всегда можешь спеть. Да, вот что помогает мне. Я же могу спеть для вас, друзья, могу спеть песни. Свои как раз 30 песен. Их много. Час-полтора. С удовольствием. Ты появляешься в «Однажды в России»? Сейчас нет. Сейчас уже нет. Вот хотел спросить. Во-первых, немного. Во-вторых, в последнее время, почему так мало? И на казахском, в темноте, житал. А им сын мины. Чуть формат. Короче, мы как-то не сконнектились. Что-то не получилось у нас. Формат. Они и авторов понимают. Там уже очень много классных, крутых авторов в «Однажды в России». Но они не понимают, например, по моему образу, что мне писать. Потому что если бы я был такой глупенький казах, такой какой-то, ну, то есть дурачливый такой, можно было бы что-то придумать там, какие-то таксиста, продавца там и так далее. Но, видите, я немножко по-другому себя позиционирую. Вот. Даже в команде, когда я играю, какие-то важные вещи говорю. Да, что-то строю, команду ругаю, учу. Правильные вещи говорю. Здесь немножко сложновато будет. Вот. Поэтому что-то не получилось у нас, к сожалению. Но ничего страшного, ничего страшного. Все еще впереди. Скажи, пожалуйста, вот это у тебя прекрасная физическая форма. Ты это в какой-то момент прям плотно этим занялся или это на протяжении всей жизни? Потому что меня спрашивают, узнайте, что с ним произошло, почему он так вдруг раскачался и стал таким крепышом. Я не пью сейчас, ребята. Я не курю. Я не употребляю алкоголь. Не балуюсь всякими наркотиками. Ничего. Это все такое. И не то, что я призываю. Я просто по факту говорю. Это полное говно. Это смерть. Это все. Ты губишь себя, карьеру, семью, свое будущее. Вот поэтому я вам говорю, почему я такой стал. Потому что я этого всего не делаю. Я занимаюсь спортом, потому что я этим зарабатываю. Я должен на сцене... Например, шутку придумали про турник. Ты видел вчера, да? Например, турник, да? Прикинь, классно, когда есть у тебя актер какой-то, человек, который сделает этот номер. Прикинь? Классно. И я вот тогда... Люди, смотри, я занимаюсь спортом, люди говорят, о, классно, Даниэль занимается спортом. А вот это, да, классно. Он не занимается спортом, он какой-то, да, худощавый или он какой-то толстый, там, или там у него самое, да? Давайте подумаем, давайте подумаем. Уже есть выбор, понимаете? Поэтому я не призываю вас заниматься спортом. Я отвечаю, почему я занялся спортом. Потому что мне это нужно для того, чтобы выглядеть всегда хорошо. За пределами Казахстана мало кто знает, что ты в Казахстане прям очень сильно известный, популярный человек. Значит, смотри, какой... Я Даню как это говорил. Ну, не прям. Нет, я говорил Даниэль, я узнавал. Значит, мне сказали, что... Я говорю, можно сравнить... Там, с Россией, допустим. Мне сказали, это типа Харламова. Он... Его все знают. Он смешной. Именно в таком формате. Ну... И появляется... Чтобы ты сам подробнее просто об этом рассказал. Ты телеведущий. Да. Там как-то интересно, у тебя передача переезжает с канала на канал, да? Значит, ты актер. Ты продюсер. Ты сценарист в сериалах. И потом еще отдельно про свою... Твою лигу КВН мы поговорим. Окей, давай. Можешь, пожалуйста, чтобы это было из первых уст. Давай вот так и пройдемся. Телеведущий. Телеведущий. Да. Телеведущий. Телеведущий. Ну... Это началось в 2009 году. Нам предложили сперва... То есть сперва нас было три человека. Мы писали сценарий для одного телевизионного проекта. Это был, скажем так, первый лейт-найт-шоу в Казахстане на казахском языке. Казахскоязычный проект. Это Коэнбаев, который ведет? Нет-нет-нет. Это еще до. Кстати, вот Коэнбаев должен был и везти. Да. И вот мы писали этот проект. И то ли из-за высшей лиги, то ли из-за еще какого-то проекта. Получилось так, что не будет везти Коэнбаев. Там какие-то технические, я не знаю, у продюсеров свои. И просто нам сказали, вот вы втроем будете везти. Мы с такими банками... А, да? И мне говорят, вот... То есть рядом со мной мой соведущий друг, брат Марат Уралгазин, это мой соведущий. Еще был третий адлет Чумабек. Они вдвоем на сцене. И мне говорят, ты будешь бэкстейдж везти. Я говорю, окей. Потом спрашиваю, а что такое бэкстейдж? Я не знаю. Все, впервые пришел к этому. Это просто мы с КВНа просто взяли вот это, вот это, вот это. Пусть они напишут сценарий. Будете писать? Ну, конечно, да. И все, и попали туда, и так получилось. И все, мы ведем уже вот сколько? 15 лет, получается, мы ведем это шоу с разными названиями, как ты уже заметил. Из-за того, что мы меняли телеканал, названия, авторские права на название оставались у того канала, где мы раньше снимали. И сейчас, нынче, все это начиналось с названия Мессаран, что в переводе обозначает вот это да. А потом мы уже постепенно перешли, название меняли и на Казах Таймс перешли. И вот сейчас называется Казах Таймс. И в кадре, и сценарий, и, наверное, один из продюсеров. Ну, так как эта передача просто 15 лет за нами. Ага. Это уже огромный, на самом деле, объем работы. Да, это, да, хороший объем. Ну, просто у нас он как-то, он на рельсы встал, он идет, мы знаем его, как делать. И, скажем так, это наше детище, это наш опорный проект, нашего продакшен. Кстати, я работаю вот прямо с 9 или с 10 года. Открылся продакшен, бас продакшен. Аббревиатура, типа, расшифровывается большой авторский состав. У нас толпу мощных, скажем так, в кавычках, я почему-то там оказался, мощных КВНщиков на тот момент Казахстана. Собрали и из них сделал гильдию авторов. Из него получился бас продакшен, который мы выпускали. Казахско-язычный продукт. Только казахско-язычный продукт. Именно тогда, вот с 10-го года, то ли с 9-го года, в Казахстане начали делать упор на казахско-язычный продукт, телевизионный продукт. И все, мы вот эту нишу заняли. Почему-то так получилось, что мы первые заняли эту нишу. И сейчас мы один из ведущих продакшенов в Казахстане. А у этой передачи по цифрам, по рейтингам, я так понимаю, все стабильно, да? Стабильно, да, стабильно. Вот, ну, сейчас же что? Мы, вот, у моего друга, соведущего, есть свой канал в YouTube. YouTube-канал, канал-миллионник. Сейчас, кажется, 3 миллиона подписчиков там. Да, и мы туда выкладываем эту передачу. То есть на канал. А, вы прямо продаете. Да, и в YouTube выкладываем. И в YouTube мы больше упор делаем там. То есть на канале заработать N-ный рейтинг, а потом в YouTube выкладываем тоже свой. Понятное дело, телеканал, телевизионный канал, государственный канал. Там есть некая цензура. Это можно говорить, это нельзя. А вот в YouTube мы можем где-то пошалить, чуть-чуть на разные темы поговорить. Соответственно, вот мы две стороны берем. И YouTube делаем, и вот сейчас телевизионный продукт тоже делаем. Актерская карьера. Когда это появилось? Ну, я немножко не согласен со словом актер, потому что для меня актер это тот, который получил образование, диплом актера. Скорее всего, я просто тот, который пытается быть похожим на актера, или стремящийся к актеру, или просто исполняющий роль, данную роль. Н-ную роль. На самом деле у меня не такая большая кинокарьера. Я больше писал и продюсировал, нежели снимался. Первое, это началось, сериал был Вузеры. Сериал Вузеры про студентов. Там у нас немножко, не знаю, знаешь ли или нет, мы делимся по регионам. Короче, южане это хитрые, наглые, такие вот шемкенские, такие вот, ну, то есть у нас... Вот это определение лучше будет, чем мое, давай так. Да, стереотипно вот так по регионам, если поделить, это там западные ребята, они дерзкие, боевые такие, ну, то есть у нас так делятся. И вот, скажем так, студенты разных слоев собрались в одну кучу, и мне, я писал персонаж шемкенского, так как я сам из города Шемкент, то есть родом из города Туркестана, ну, это одна область, южная область. Я говорю, так, этот не шемкенский, с режиссером сижу, этот не тот, и начинаю, говорю, слушай, вот так сыграй, вот так, и режиссер говорит, слушай, сыграй сам, что? Я говорю, как, я не актер, да похрен, давай, вперед, и все, и сыграл сам, и пошло-поехало, и все, целых там четыре сезона отсняли. Хороший сериал получился, и вот, скажем, первый опыт был вообще в целом, так, в кино, вот этот сериал. Суральска, Том далеко, общага нужна. Суральска? Откуда именно? Я тоже Суральска. Ну, не само Уральска, это южнее, с области. Дмитриевка? Алексеевка? Шемкент. И дальше уже меня пригласили на один полнометражный фильм, и вот, буквально недавно, год назад, снял свой сериал, он называется, просто называется, туркестанский сериал про свой родной город. Он вышел уже в эфир? Он вышел, да, он в Ютьюбе есть, просто он на казахском языке, вот поэтому. Вот поэтому это мимо нас проходит? Да, 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 вот у меня вот все продукты на казахском языке, но на русском языке мы делаем, не знаю, знаешь ли ты или нет, наш продакшн делает сериал «Мошенники», «Саке» называется, и «Мяу». Вот три продукта хороших вышло за последний год. Посмотри, на русском, это на русском языке, это посмотрели, это очень хорошо. А это в Ютьюбе вы... В Ютьюбе есть уже, да. Олжас? Олжас. Что это значит? Если дословно перевести, молодой, он молодой, всегда молодой, всегда молодой, всегда молодой. Об этом мало кто знает в России, но ты очень популярный и востребованный актер в Казахстане, насколько мне известно. Ну, скажем так, снимался. В одном фильме я снимался как в главной роли, в другом фильме второстепенная роль. Тем не менее, да. Первый фильм, где я снимался, он был таким прям громким, кассовым. Снимал его тоже КВИ-щик, бывший, но бывших не бывает. Нуртас Адамбаев из состава «Астана Кейзет». Вот фильм прошел по Казахстану на ура. То есть очень известный фильм в Казахстане. Ты, кстати, ночью кричала? Как кричала? Вот так вот. Чё, ты мне нравишься. Здесь сеть не ловит. Здесь вообще ловить ничего? Аккумулятор все. Вот у меня вопрос. Он может быть немного бестактный, но тем не менее, интересно. А сколько стоит... Давай так, какой-то порядок цифр, наверное, есть за съемочный день у актеров в Казахстане? Ну, если можно говорить про тебя, опять же, тоже будет интересно. Ну, я, наверное, скажу за себя, да, то есть другие актеры, я не знаю, сколько они получают. На тот момент, так как этот фильм снимался в 17-м году, я еще был такой, ну, не особо популярный в Казахстане, так скажем. И на тот момент я, наверное, за этот фильм получил, типа, за 25 дней съемок, получил, ну, типа, 2 тысячи долларов. Это много-мало? Ну, это мало, наверное. 25 дней, 25 дней, это получается, 25 смен. Вот, и почитайте, вроде бы... Ну, 100 долларов, в смену даже чуть меньше, да. Да, да, типа такого, да. Ну, да, это немного, да? Это немного, да. За главную роль? Да. А попал ты туда благодаря как раз КВН-у? Конечно, конечно, да. Мне позвонил вот МРТА, сказал, вот, ужас, можешь прийти, пожалуйста, на кастинг. Я пришел, и меня сразу утвердили. То есть я там спустя неделю приехал в Алмату и начали, собственно, снимать фильм. Кайф. Да. Слушай, давайте так. Вот смотри, вот есть выступление вместе с командой, это телевизионные проекты здесь, есть кино, карьера. Что еще? Я вообще выставил, как автор, наверное, проектов, там, допустим, обращаются люди, вот, говорят, вот, такой-то проект или такой-то сценарий, вот, нужно уплотнить по юмору. То есть я пишу, это юмор пишу. Это, подожди, это куда? Это телевидение, это какие-то спетчи и так далее? Это фильмы, это сериалы, это какие-то проекты, то есть все. Да, потому что, насколько я понял, есть на канале, по-моему, Астана, что-то типа «Однажды в России» шоу, если я правильно понял этот концепт. Все верно понимаете, все верно понимаете. Понимаешь, понимаешь, грубо, спасибо. В котором ты непосредственно принимаешь участие, вот я хочу там разобраться подробнее, что ты там делаешь. Я снимался там просто как актер. То есть в этом проекте собрались такие достаточно известные люди в Казахстане. Это и блогеры, это и актеры, КВНщики. У нас есть движение в Казахстане, тоже КВН, Жей Дарман называется. Там все на казахском. Там все на казахском. Мы ничего не понимаем. В принципе, все то же самое, да. То есть актеры, певцы, и вот нас там человек 12 собрали, и все, мы начали тут снимать этот проект. Да. Я единственное, извини, я, наверное, не совсем владею хронометражом, в плане он идет еще? Нет, он вот прошел один сезон, типа мы сняли 90 передач, типа за полтора-два месяца, и все. И он пошел в эфир? Да, он, наверное, идет, я сейчас просто за этим не слежу, наверное, он до сих пор идет. Дальше что будет с этим проектом? Есть понимание? Пока нам продюсер этого проекта ничего не говорил, да, то есть пока не знаем. За полтора-два месяца, ого, плотненько вы там снимали? Да, да, мы бывало такое, что мы в 6 утра заезжали в Казмедию, то есть это как глав кино в Москве, и выходили оттуда в 3 утра, в 4 утра, в 2-3 часа поспишь, и я обратно, то есть. Ого. Да, и то есть, а отдыхали мы там, допустим, вот скетч, где я, допустим, не участвовал в номере, все, в гримерке поспишь, часик-два, и обратно в бой. Класс. Ну, в удовольствие? Конечно, кайф, кайф. Там по деньгам есть уже? Да, скажем так, да. А слушай, кстати, а ты случайно не ведешь мероприятие? Потому что, насколько мне известно, многие из ребят, кто в команде... Начали мы свою КВН-овскую карьеру в 2006 году. Я начал вести банкеты в 2010, наверное, уже, то есть я уже 13 лет как виду мероприятия, потому что у нас в Казахстане той бизнес, скажем так, это очень сильно развит. Очень сильно развит, потому что у казахов очень много праздников, честно. Там ребенок заговорил праздник, пошел праздник. Официально? Официально. Это получается у нас той, там типа той, это мероприятие, это праздник на казахском. У нас они всегда проходят очень массово, то есть минимум 150-200 человек на там, когда свадьба, это вообще, то есть на юге Казахстана вообще у нас могут пригласить типа 600 человек, тысячу человек. То есть и у нас к этому готовы все, то есть и персонал, и рестораны есть такие. Есть рестораны на полтора тысяч человек. Бывает такое, что, допустим, если зал предназначен на 600 человек, то есть первые гости пришли, сказали свое слово, поздравили, чуть-чуть потанцевали, ушли, стол обратно по-новому накрыли, пришли новые гости и кайфуют дальше, брата. То есть есть такое. У нас к этому очень сильно серьезно относятся к этому. Это очень крутая штука. Да, я проводил такие мероприятия, да. Я так понимаю, что там каждую неделю что-то... То есть у тебя работа всегда есть? Тут и туда, не жалую. Каждую неделю это просто ты работаешь, работаешь, работаешь. Когда есть на это время, то да. А сколько ты стоишь как ведущий? А какой там порядок цен вообще? Ну, на данный момент я, допустим, беру, ну, 3-4 тысячи долларов. За одну мероприятию? За одну мероприятию. А что значит твое имя? Арнат. Я всем всегда говорю «избранный». Честно, ну, точного перевода я не нашел, хотя я искал, я спрашивал. Ну, если точнее так переводить, наверное, арнат, наверное, арна, это как «дарить». Если вот арна, то цены, наверное, как приплюсовали. Ну, арнат, типа, дари, подари. Типа ты подарок получаешься, да? Ну, возможно, так. Но лично я всегда всем говорю «избранный». Так просто красивее. Ты из Караганды, насколько мне известно? Да, родом из Караганды. А как долго ты там жил? Всю жизнь почти, но вот последние пять лет я живу в Алматы. Да, потому что ты к команде присоединился в какой-то момент времени. Вот я хотел у тебя спросить, как это происходило? Происошло, кажется, 2000, если не ошибаюсь. Так, ну, сколько, 3 года, наверное, 3-й год, наверное, пошел. Не 20-й, 21-й, получается? Вот что-то в этом роде. 20-й, 21-й. В игре? Ты в шоу «Игра» присоединился? Да, мы как раз-таки в игру пригласили. Какой с ложкой зажигалка? Тебе зачем? Маленький суп хочу сварить. Вот, бутылку с водой взял, открыть не могу. Все нормально? Ну, это был такой большой проект именно канала ТНТ, вот. Я в ТНТ в свое время тоже свой лект вроде бы оставил, тоже там, ну, по крайней мере, в Comedy Battle участвовал 3 или 4 года. Вот, ну, и в какой-то момент мне позвонили, сказал, Данияр, давай, хочешь попробовать с нашей командой? Я говорю, да, почему нет? Сразу выходящим персонажем, да, потому что у тебя вот эта классная штука. Я не знал, кем я буду, если честно, каким, выходяшкой буду ли, или буду уже сразу в команде. Ну, наверное, сразу потом, наверное, пришло со временем. А вот, слушай, у меня к тебе вопрос тогда, а ты в Караганде, пока у себя жил, ты юмором как занимался? Вот ты ездил на Comedy Battle, окей, все, с этим понятно, все. А что еще происходило? Слушай, брат, я не играл в каких-то известных командах, я тоже, я вот 86-го года. Он взрослый человек? Да, уже довольно-таки взрослый человек, в смысле, я играл тоже в студенческие годы, КВН. Потом как-то перестал, работал в пенсионном фонде. Серьезно? Я работал в банковской сфере, если вот ребята не работали, может быть, в профессиональной сфере, то я работал в пенсионной сфере, там, три года, потом в банковской сфере, шесть лет. А что ты делал там? Работал, я был менеджером, даже в какой-то момент даже удавалось быть начальником отдела. Класс, класс. Ну, я все время, мне было как, я работал, все время приходилось каким-то моментом отпрашиваться или делал там больничные листы. Мне приходилось ехать на вот комедий батл, это тоже там постоянно нужно было поехать, ехать там две недели и так далее. По этим причинам часто бывал увольнялся, плохо не задерживался на работе, но жить надо было как-то, поэтому вот. В комедий батл я как раз попал, когда я работал в пенсионном фонде, это вот случайно получилось, если вот тебе интересно. Я после работы просто случайно, какой-то знакомый мне сказал, что сегодня кастинг будет в Астане, приходи, говорит, ну, мне интересно, говорит. Я говорю, да, давай, почему нет, ну, типа, бывших каванчиков не бывает. Казахстан, улица Мамраева, где-то в остановке, поехали. Ой, бой. Ой, бой. Ой, бой. Ой, бой. Ой, бой. Вы мне? Ты че? Махаться будешь со мной? Вы мне? Я говорю, драться будешь, махаться до крови, а? Молодой братан, вы со мной разговариваете точно, нет? Ты че? Я говорю, драться, махаться до крови, до смерти, пока смерть не разучит нас. Все равно вот это в дыше, как закончил, КВН, все дела. И как раз таки мой сокомандник, напарник, он тоже жил в Астане, случайно там, я ему позвонил, говорю, пойдем на кастинг. И говорит, мы пошли вдвоем, его зовут Ярнар. Он же пишет сейчас вместе с вами, помогает, нет? Нет, это тот третий. Нас, короче, ИП Сакена Газизовича, сперва у нас двое было, потом в трое появилось. Двое. Сейчас, ИП, я не повторю, извини, пожалуйста. Нормально, нормально, Сакена Газизовича. Сперва мы вдвоем поехали, это такой маленький. Сакена Газизовича, да, ИП Сакена Газизовича. Вот был маленький парень с тобой. Маленький парень с тобой, да. Вот мы с ним поехали, мы прошли кастинг, у нас мы поехали. А Рустем Мерике, который третий, он отдельно прошел комедии батл с первого, там как соль на один выступал. Потом на следующий год Ярнар не смог по какой-то причине, и я поехал с Мерике, с Рустем Мерике. И как раз-таки вот это ой-бой, вот с ним у нас получилось. Вот, кстати, давай разберемся, вот этот ой-бой, откуда это появилось? Что это вообще такое? Да, слушай, я, наверное, во многих сколько подкастов приглашали, говорили, вот. Да это на самом деле, я это слово не придумал. Это обычное слово, вот в то время, когда мы жили во дворе, ну, в смысле, в Караганде, вот в РТИ я жил в детстве. У нас был старшак, который всегда говорил, эй, ой-бой, ты че? Это прям снятое вот это. Да, ну, смотри, ой-бой, это, наверное, скорее всего, типа, эй, ну, такой сленг, такой, наверное, ой, наверное, эй, ой, а бой, это, наверное, с американского. Скорее всего, типа, чтобы красиво звучало, эй, ой-бой. И добавлял, ты че? Там уже дальше спрашивают, либо там что-то надо, либо нет. А что у тебя за образование, извини, я не в теме. У меня финансы, высшее образование. Вообще нет, да? Слушай, я очень грамотный человек. Знаешь, какой я бухгалтер? Смотри, как я деньги считаю. Ну, я еще в пенсионном фонде работал. Знаешь, кем? Кем? Я по телефону возвращал клиентов. Слушай, у меня был самый сексуальный голос. СМЕХ Да я тут с тобой стою. СМЕХ А так, типа, алло, здравствуйте, это Елена Михайловна, ну, и так далее. СМЕХ 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 Казахов имена переводятся. Ну, то есть это из двух слов. Баор и Жан. По смыслу это близкая душа. Красиво. Смотри, я знаю точно, что ты один из самых топовых ведущих в Казахстане. Я сейчас говорю про мероприятия. Слушай, насколько я понял, мне начали ребята немножко объяснять. А у вас мероприятия немножко не так, как в России, допустим, да, там, Беларусь, Украина. У вас это прям чуть ли не каждую неделю и, в общем, по-другому. Как? Расскажи. Казахи, наверное, больше создают мероприятия с воздуха. От этого у нас их очень много. То есть есть свадьба со стороны жениха, есть еще свадьба со стороны невесты. Это за разные деньги? За разные деньги, абсолютно, да, за разные деньги. Со стороны невесты называется коззату. То есть это проводы невесты. Помимо, наверное, одинаковых с вами праздников, как день рождения, там, пошел первый класс и так далее, у нас есть... Первого класса нету такого? Нету такого. Первого класса нет. У нас есть первый класс. У нас есть первое слово, когда он скажет, мама, папа могут мероприятие сделать. То есть мы, казахи, любим той праздники. И создаем их с воздуха. Лишь бы собрать своих близких, друзей, родственников и отпраздновать. И это будет ведущий, музыка. Это будет ведущий, это будут программы, это будут родственники. И количество гостей, наверное, будет превышать 150-200 человек. Так. Ну, это классная работа, я смотрю, да, такая? Ну, по-хорошему. Ну, это круто же. Ну, да. Не, ну, и причем хорошая профессия. Поэтому мы такие веселые чуть-чуть. Так. А скажи мне, пожалуйста, а какой порядок цен тогда у ребят? Не знаю, может там самый топовый чувак сколько стоит в среднем? Если можно у тебя спросить, ты сколько стоишь? В Казахстане, наверное, топовый ведущий, по мне, на русском языке, есть Ренат Сафаргулов. Такой человек. Не, мы, наверное, его не знаем, да? Наверное, кого-то... Ну, он номер один, по моему мнению. Я не знаю, кому как. А сколько он, давай так, сколько он стоит? Вот, честно, не знаю, не помню. Больше пяти тысяч долларов больше, скорее всего. Ага. Ага. За одно мероприятие? За одно мероприятие. Серьезно. У тебя каковы ценник? Ну, у меня полтора. Ой, три. Полтора миллиона тенге и три тысячи долларов. А полтора миллиона тенге это где-то три тысячи долларов. Не, ну, опять-таки, выбор-то большой. То есть это не значит, что вот есть, допустим, мы там, как КЛНчики, помимо этого есть реально ребята-шоумены, которые прокачиваются постоянно, да? Один из таких вот с нами, который ходит человек, Иван Лернст, вот он такой человек, который, он помимо того, что проводит, он еще и прокачивает себя. Он приезжает на всякие конференции, еще на какие-то обучения в Москву, в Челябинск. То есть он даже здесь, в России, обучается. По тебе у меня был вот какой вопрос. Если по ребятам я вижу там блогерство, актерство, шоу маска там, еще чего-то. Ты что делаешь, кроме шоу и ведения мероприятий? Так, ну, есть в Астане компания One Show KZ, которая занимается организациями мероприятий. Я знаю, да. Организациями городских мероприятий, государственных. Вот, в данный момент я состою в этой компании, как креативный директор. О, клево. Все, ты занимаешься большими мероприятиями тогда, да? Да. Как креативщик. А еще, знаешь, у них есть прикол, короче, у пацанов. Они всегда говорят, спрашивают, допустим, они знакомятся с тобой, они спрашивают, какого года. Есть же такое, да? Они не спрашивают, сколько лет, а какого года. Знаешь, для чего? Чтобы понять, старше ты его или младше. Ага. То есть, если ты его старше, ну, год он почти все просчитал примерно, то значит, там, допустим, нужно там на вы называй и так далее. То есть, обязательно. Это воспитание такое. Ну, у них это принято. С каждым из парней мы начинали диалог с того, что я спрашивал, что значит их имя, потому что они в своих выступлениях, да, переживали и говорили, блин, вы по именам не знаете. Давай с тобой эту традицию соблюдем. Жень, а что значит твое имя? Как переводится? А, слушай, я думаю, что вот в российский... Жень, нет в такой имя Жени, есть Евгений. Да. Ну, может, я не знаю, точно не буду говорить, но мне кажется, слово гений, наверное, пошло, что такое может быть. Ты отвечаешь по-казахски. По-казахски, да. А можно я тебя попрошу? Ты же со стороны человек. Давай. Ты не в команде. Ты можешь себе это позволить. А давай мы про эту пятерку вот какими-то несколькими словами, потому что у меня сейчас, общаясь с ними, да, стало ощущение, ну, это вообще другие люди, по сравнению с тем, что мы видим на сцене. Данияр. Данияр, это очень, ну, это прям для меня, это прям вот все, вот, настоящий артист. Очень сильно разноплановый артист. То есть он может быть руководителем команды, он может быть идейным и, значит, продюсером этой команды, креативным. Он может петь, он может танцевать, он все может, допустим. Он же стендап-комик, да, он же популярный ведущий. Я бы сказал, что это такой движок. Вот знаешь, в двух словах это движок команды. Икербулан, мы его Кеша называем. Кеша, это, ну, во-первых, это очень-очень сильно обаятельный человек, да, допустим. То есть он на сцене для меня вот когда не стоят, он прям такая обаяшка. Он такой, он даже когда начинает колоться и что-то смеяться, зал начинает его просто поддерживать и просто вместе с ним смеяться, потому что он такой очень, вот. Но в то же время, в то же время он обаятельный, серьезный, очень серьезный такой, он прям рассудительный все дела. И третье, наверное, еще, ну, не знаю, может быть, как правильно сказать-то, наверное, мудрый, ну, вот, наверное, вот про него. Дальше. Кто? Алжас. Алжас, это прям добрый человек. Это, вот, ты когда приходишь, вот, я обращал внимание, что у казахов, они очень сильно приветствуют сюда, гостей, друзей. И когда ты приходишь к ним, и мы совсем давно не виделись, и они, у них же, у нас там встаешь, о, здорово, здорово. А у них вот это все со звуками, это все, о-о-о-о, да, вот они все, как дела, бра, вот это все у них. Так вот, Алжик, это вот прям добрый человек. Мне кажется, если, мне кажется, Алжик, он добр и ранимый еще. Вот это в нем есть полностью. Но в то же время он очень комичный для меня. Буржан, мне кажется, это, как сказать, скромный. Вот для меня он такой самый скромный человек в команде, да. Но в то же время, в то же время, если, если его там разговорить с ним, там, допустим, какую-то тему поднять у него, я думаю, что он самый эрудированный. Ну, то есть с ним всегда можно там поговорить, он будет тебе рассказывать свое мнение, там, о той ситуации, вот это вот в этом плане, да. Ну, это, опять же, качество. Ну, и поет, поет, как и, наверное, и большинство в команде очень круто, допустим. То есть с ним в коровке круто ходить. Арнат. Вот за него я, мне кажется, даже толком-то сказать, даже не могу, какой он. Он всегда какой-то разный. Он, как он говорит, что я самый сексуальный. Он так говорит. Я вообще самый сексуальный вообще здесь. Вот. Давай его назовем, как он говорит, самый сексуальный, да. Вот. Арнат, это, вот, знаешь, он вот, как будто бы, вот, есть, вот, казахи, а он какой-то казах с какой-то странностью такой. Знаешь, вот так я бы мог его, наверное, описать. Потому что вот в любом месте, где бы ты с ними сидел, там, разговаривал, там, беседовал с ним, все, он обязательно вставляет какие-то свои штуки, которые, ну, просто, вот, знаешь, они не могут тебя не веселить. Ну, то есть, и ты такой смотришь, думаешь, все, это, это Арнат. Все, вот, знаешь, вот так вот. Ну, и на самом деле... Он смешливый, да? Вот он смешливый. Он, да, ему посмеяться, вот он сказал ему, ха-ха-ха, вот это вот, знаешь, он такой. И мне кажется, он такой самый, вот, если взять, как будто он душой, вот, допустим, сердцем, самый молодой. Вот такой, знаешь, такой, пацан, да? Хотя лет уже фиг знает сколько, все пацан, блядь, все, вот, двое детей, близнецов, все, вот такой, наверное, он. Вот это вот для меня, вот, я их вот этих пятерых описал, допустим, ребят. Ты же был у истоков еще команды «Спарта». Вначале. Да, да, да. А можешь чуть-чуть там пролить свет со своей стороны, как это все вообще собиралось и что там творилось? Вообще, как, в принципе, собралась наша команда? В Астане была лига школьная. Лига «Жастар». Руководителем был Нуржан Бесенов. Да, все вы знаете, это легендарный говенщик команды «Астна Киезет». Вот, он руководил этой лигой, это была его лига. Мы все, именно сейчас наша команда, которая сейчас есть, ребята, мы учились в разных школах в Астане. И, получается, были соперниками друг другу. Отыграли сезон, он создает сборную, выбирает с каждой школы лучших, называет сборную остальные школьники. И мы начинаем ездить по городам, в какие-то лиги. И он нам показал путь, что вот через Сочи нужно играть и пытаться как-то попасть в высшую лигу. Ему это зачем? Да. А ему это зачем надо было все? Слушай, не знаю. Ну, он фанатеет, он фанат игры. До сих пор? Фанат КВН, да. И он хотел, чтобы вот у него как бы была команда, на котором он занимался, и достигли каких-то результатов. Так. В итоге получилось пути, когда мы уже чуть повзрослели, стали студентами, и получилось так, что мы прекратили сотрудничество, ушли отдельно, в итоге стали как Спарта. Продолжили свой путь сами, попали в высшие в лигу, стали чемпионами. Это мы уже знаем. Подожди. Слушай, а вот там, когда вы отделились, а почему вы отделились, и кто там был из парней на данный момент, состоящих в команде? Получается только ты, Алжас и Даньяр? А, если сравнивать Спарта, это один проект. То есть это КВН-овский проект. Да. А Астана сейчас, это уже другой проект. Нет, Астану не трогаем. Вот тогда хочется понять, вот там Спарта отделилась. Это же, Евгений, это получается ты? Я, Даньяр, Алжас, Адильхан, Алмаз, Гидар, Артем. Блин, не помню. Нас было 8-9 человек примерно. О, а сколько же там было в той изначальной команде? Вообще в составе сборной Астаны школьники, там было где-то 23 человека. Куда столько народу. А, ну хотя это сборная. Ладно, я сам через это прошел, я помню, да, этот коллектив бесконечный. Ну он потом... Угу. А слушай, а со второй половиной что произошло? Которая не Спартой стала вот с этой сборной? Блин, ну с кем-то мы до сих пор на связи. Ребята, многие остались также в творчестве. Работают в разных продакшенах. То есть пишут сериалы, проекты, телепроекты. А некоторые, вот с кем-то, наверное, связь потерялась. Я, честно, не знаю, кто чем занимается. Слушай, а кстати, ты говорил, ты в КВН начал играть достаточно юном возрасте. В девятом классе, да? В восьмом. Восьмом. Это вот эта молодежная... Сборная Астаны. Школьники. Да? Вот вы там перезакомились и играли? Да, да, да. Это там был Данияр, ты? Бауржан. Бауржан, кого мы сейчас видим на сцене. Да, да, да. И вот Арнат с Иркебланом присоединились чуть позже. Ну, Иркеблан... Да. Да. Да, Иркеблан. Ну, Иркеблан, он и постарше немножко. А как он у вас оказался в коллективе? Это такая история тоже достаточно забавная и смешная. На тот момент у нас был руководителем человек по имени Максим Разумков. У него была лига в Астане межрегиональная, где мы играли все. И с этой стороны, с Алматы, есть такой человек, который нам тоже для нашей команды, наверное, много чего сделал. Его зовут Кумар Лукманов. Это участник команды Астана Кэзэд, казахи. Кума. Кума, как мы его называем. Да. И случилось так, короче. И у нас был, на самом деле, юношеский максимализм. Я так думаю, что мы, наверное, типа, сами все вот обьемся. Спарта, когда-то мы были в сборной, потом мы ушли с этой сборной по определенным моментам. И создали свою команду, команду Спарта. И мы говорили, все, мы там сделаем все сами. Пройдем этот путь тяжкий, тяжелый, но мы добьемся, мы дойдем до финала. Там до вышки мы станем чемпионами. Вот так у нас была мысль. И когда нам предлагали нового игрока в команду, мы говорим, а зачем? Все нормально, мы сами пишем, мы сами играем, сами поем. Все нормально. И в один момент Максим подходит и говорит, пацаны, вот так и так, к вам хочет присоединиться Ильки Блан Бразабель. А мы такие, на тот момент мы уже, ну, сперва не поняли, потому что, ну, Кеша у нас уже на тот момент был достаточно медийным, известным человеком в Казахстане. И мы думали, блин, зачем ему надо вообще, ну, то есть ему и так, наверное, классно все. И мы задумались, типа. А в этот момент до Ильки Блана подошел наш кумар-братан Салматы и говорит, Кеша, блин, там есть прикольные пацаны с Астаны, вот Спарта называется, блин, классные они. Вот они тебя приглашают к себе в команду. И он, да-да-да, и он у себя в голове, блин, они и так-то классно катают, то есть они уже там поиграли в Москве, проиграли там-то, там уже в Сочи показывают хорошие результаты. Они чемпионы Казахстана, зачем им это надо, он подумал у себя в голове. И он говорит, ну, раз приглашает, то давай. А мы с Астаны сидим, блин, раз Кеша хочет, давай. И мы об этом узнали спустя год, уже, наверное, в Киеве, да, мы об этом узнали. Что-то мы сидели там после редакции или после игры, взяли немного, ну, так скажем, пивка и общались по душам. И что-то слово за слово говорю, эй, да ты же типа, я не знаю, кто это сказал, да ты же сам напросился. Он говорит, пошли вон, вы же сами меня пригласили, в смысле? И вот тогда мы узнали, что оказывается наши братья старшие так сделали. И на самом деле я за это благодарен. Сэнки вам за Кеша. Кстати, насчет команды, там же очень красивая история о том, как ты создавал команду еще в школе. Ну, Спарту не я создавал, сразу говорю, да. Команда, которая в высшей лиге чемпионов, это не я. Подожди, а вот та команда, которая была создана из любви к девушке для того, чтобы произвести на нее впечатление в школе. Да, да, да. Это не Спарта? Нет, не Спарта. Это как раз таки из Спарты есть. Сейчас на интервью у тебя будет. Олжас Рамбаев. Да. Вот мы вместе с ними учились в школе. Вот. И решили сыграть в КВ первый раз в 2005 год, если не ошибаюсь. Да. И тогда я такой, блин, классно, если я выйду на сцену, и она меня увидит. Потому что она подумает, вот, ну, непростой пацан, значит, да, что-то может в жизни. Вот. Это все из-за любви школьной, чистой такой, первой любви все это произошло. Спасибо тебе, Гульбаршин. Шучу. Ты же поехал даже учиться за ней поступать в другой город. Ну, да. Ха-ха-ха. Блин, все вы знаете, да? Ну, это же правда. Офигеть. Да? Да. Но я буду честен. Это все правда. Да. Пошел учиться. Причем, блин, вот я глупый был тогда. Тормоз. Нет, чтобы после 11 классов пойти в высшую поступить, я пошел в колледж. Потому что там колледж был, эстрадный вокал, факультет такой был. Вот. И я думал, блин, если она там будет учиться, там, на лингвисты или международные отношения, не понимаю, не помню. А я думал, блин, там, в этом городе какой интересный есть вуз. А колледж музыкальный, все, туда поступил. Поступил туда, год отучился и все, уехал оттуда. В поисках себя, а не ее, в первую очередь. А так и не сложилось ничего? Нет. Нет, конечно, да. Потому что я встретил свою любовь, прекрасную любовь, которую сейчас очень сильно люблю. Трое детей, у тебя такая классная семья. Очень, да. Конечно. И ты так тепло отзываешься. Причем там была очень любопытная фраза и очень любопытно было слышать, вот, по-моему, тебе тогда. В общем, достаточно молодой ты был еще человек к этому времени, когда он говорит, блин, надо было жениться не в 26, а в 20. Угу. У вас могут быть какие-то общие интересы, диалоги. Он тебя понимает. Ты молодой, ты энергичный, все, и сын твой растет. А когда тебе 40, 45 и твоему сынишке там 3 годика или дочке 4 годика, я не знаю, о чем вы сможете поговорить. Понимаешь, что ты ему можешь дать, какие советы там и так далее. Ты уже, ну, как будто должен чуть-чуть через 5 лет дедушкой быть. Поэтому я всем говорю, ребята, надо жениться пораньше. Ну, конечно, должна быть работа обязательно, потому что это важно очень. Работать, 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 и потом рождаются дети. Вот. Если ты не работаешь, не спеши тогда. Твоя супруга, если не ошибаюсь, она же в театре служит или служила? Она актриса? Нет, супруга моя? Да. Я ошибся? Перпендикулярно нет вообще. Моя супруга, Мадинушка, не обижайся, конечно, я очень сильно тебя люблю. Всегда говорю, чтоб ты пела. Ноль слуха просто, ноль вообще. Она не поет, она не творческий человек, но она прекрасный медик, она прекрасный врач, она прекрасный дизайнер, прекрасная мать, прекрасно готовит, нереально просто. Это не один ресторан. А где тогда и как вы познакомились? Потому что все, у меня была там... Она приходила на КВН. А, вообще познакомились в банке мы. Когда вот Улжас, кстати, о котором я говорил с моей командой, вот с нашей командой, Улжас Рамбаев, он мне говорит, пойдем я должен оплатить кредит. Я говорю, ну пойдем. Ну так, так, ну давай вот этот банк. Ну давай, пойдем зайдем. И мы с ним стояли в очереди, и там перед нами еще несколько человек. И заходит она, Мадина, с подружкой, потому что ее подружка попросила ее тоже вместе с ней пойти. Она там стоит, и потом ее подружка говорит, а кто крайний? А за нами еще люди были. И для того, чтобы как-то познакомиться, я говорю, мы крайние. И там, в смысле, мы же за вами, а я за вами. И там кипиш начался. И потом они такие, ой, что происходит? И ушли. А у нее была беретка такая, вязаная, черного цвета, беретка, шапка. И я запомнил по беретке. Я не знал имени вообще, не знал, где она живет, как, что. И я, наверное, месяц или два, даже не помню, ну долго очень. Просто вот так кликал, вот так искал через контакт фото. Вот так искал. Просто Астана, девочки, Астана. Вот так искал, искал, искал. И у нее на Аве главное фото, возле дерева, вот так осень, желтые листья. И она в беретке стоит вот так. И я нашел ее. Я сказал, я тебе ничего не буду писать. Привет. Я тебя видел. Вообще год не буду тревожить. Просто когда у тебя день рождения? Она говорит, 8 марта. Я говорю, все. Там, типа где-то в августе я писал, да. И до 8 марта я просто вот так дома сидел и ждал 8 марта, чтобы поздравить с днем рождения. И я обещал, я написал только тогда, 8 марта. 7 марта ночью 12 часов 00. А вот почему? Ну я, блин, я прям, я понял, что это моя жена. Я не знаю как. Она ничего, даже диалога не было. Но я посмотрел на нее и сказал, я, ну это моя жена. Все, я не знаю как. Очень долго добивался я. Если не соврать, 4 года добивался. Где-то так, да. Может даже 5 или 4 года. Не было отношений? Вообще ноль отношений не было. Она не понимала вообще, что. И вот судьба, я Богу благодарен, потому что она появлялась вообще ни с чего. Просто она появлялась в зале, где я играл в КВН. Потом мега Silkway, торговый дом большой. Я поднимался по экскалатору, она спускалась. Вот такие моменты, прикинь. До того. А что послужило для нее все-таки? Ну я сказал, дай просто шанс, ну просто поговорить, как-то встретиться в кино, сходить. Я не знаю, ну с чего, я не хочу пугать тебя как-то. Я не понимаю, что. Ну потихоньку-потихоньку меня начали узнавать в столице, что типа КВНщик Данияр там за Астанаки Z играл 2010 год. Потихоньку. И она как-то этому, ну то есть доверилась мне как человеку, ну не маньяк какой-то там, не больной, а простой нормальный пацан. И срослось. Класс. Ну это же вообще история для кино. Да. Ну самый факт в том, что я такой, я устал уже, но 4 года я чуть устал. Я говорю, ну, она говорит, ну ничего не получится, бесполезно, ничего не получится как-то. Я такой, блин, я еду, еще такой, в машине еду. И думаю, бля, ну, я вот так еду и говорю, ну это моя жена. Ну а что я сделаю? Ну вот только она моя жена, больше никто. Вот так еду. Ладно, я 2-3 месяца не пишу ей. И потом она написала, привет, как дела? Опа, стоять! Вот так. Как человек-паук себе паутиной подключил. И все, поймал, поймал ее. Жестко. И ты ребенка сразу, чтобы никуда не ушла от меня. У тебя есть очень классное стихотворение про хулиганов. Мамаша, успокойтесь. Он не хулиган. Он не пристанет к вам на полустанке. Войну, малахов, помните курган? С гранатами такие шли под танки. Такие строили дороги, мосты, каналы рыли. Шахты и траншеи всегда в грязи. Но души их чисты. На веки живо напряглись на шее. Это стихотворение для меня открыл мой друг Марат. Он очень много читает. Вот соведущий, который Марат Орлгайзин. Вот он мне сказал, посмотри, вот это кайфово. Прям действительно кайфово. И где-то, наверное, где-то там внутри я вот тоже чуть-чуть хулиган. Я вот увидел, возможно, себя. И действительно, вот это одно из любимых моих стихотворений. А у тебя же супруга, двое детей, если не ошибаюсь. Да, два сына, да. Да. Я вот хотел тебя спросить, чем занимается супруга, как вы познакомились, вообще чего творится? Ну, она юрист, работала в прокуратуре. Потом вышла за меня замуж и перестала работать. А как вы познакомились с совершенно разными? О, тоже на КВН, кстати. Да, ее зовут Ерке, ее тоже звали Кеша, друзья. И вот, когда там кто-то крикнул Кеше, я повернулся, и она тоже повернулась. Она тогда, ей было, она играла за какой-то колледж, она маленькая, ей 16 лет было. Я так получилось, что общался с ней с ее 16 лет. То есть сперва там как просто друг там. И где-то потом через четыре года мы увиделись, все, она типа уже взрослая. Я смотрю, о, нифига, вчерашняя малютка-то подросла. И все, и начал просто тупо подкатывать к ней наглым образом. Это было очень максимально некрасиво, это было нифига не галантно. Но для меня казалось, я такой дерзкий, вот подкатываю к ней, все, она моя. Ей было очень противно со мной. Потом она рассказывала, а мне казалось, все, я наглость второе счастье, все, забираю тебя с собой. И все, я уламываю, беру телефончик, все, звоню, не тот номер. Все, и думал, вот отшила, все, вот пару раз к ней подкатывал, подъезжал, отшивает в наглую. Все, думал, все, ну не моя, ну слишком хороша для меня. И вот звонок, почему-то я что-то без настроения не был. Поднимаю трубку, он говорит, здравствуйте, я говорю, здравствуйте. Он говорит, можно с вами познакомиться? Я говорю, девушка, вот когда девушка звонит парню, это вот некрасиво. Давайте вы чуть-чуть воспитания получите и нормально. Пусть будет так, чтобы к вам парень подкатывал и вам звонил. Больше так не делайте. И кладут трубку. Все, а это, оказывается, она просто угарнула, типа, и типа, нифига, это я. Я говорю, а, это ты, все, и сговорились, и в итоге все. А потом получилось, я ей звонил и чуть-чуть выпил, и начал ей название. Она опять меня отшивает, сбрасывает, сбрасывает, и подняла трупу мамой ее. А мама, сейчас и моя мама уже, да, и она, она очень такой спокойный человек. Она говорит, да, я говорю, можно Еркеш? Она говорит, она сейчас занята. А когда она, типа, будет свободно, я хочу поговорить, а я уже подвыпивший. Мама говорит, а это кто? Я говорю, это будущий ваш зять. Я тогда сказал, Киубала, у нас Киубала, это будущий ваш Киубала. Это зять, да? Правильно? Для нее зять, да? Я говорю, взять. Она говорит, а, ну, хорошо, я передам ей. И все, труп галантно бросить. И на следующий день она, ты чего моей маме так сказала? Я говорю, ну да. Да. И все, и вот спустя год получается так, что я реально ее зять. И так получилось. Смешная история была. Но я ее сильно два года добивался. Сильно. А, ты ее два года отказывал? Два года просто не то, что отшивал, а просто говорила, нет, ну не нравишься ты мне. Вот так было. Я говорю, нет, я тебе нравлюсь. Я вот так говорил. И все. А самое главное, в спортивке стою. Я к девушке в спортивке в адидас пришел. Я думал, это дерзко, мощно. Ты в шлепках был. Представляешь, насколько это, как я могу понравиться к красивой девушке? Я на свидание так пришел. Вот это, но это было давно. Сейчас я понимаю, что это было очень плохо. Но, наверное, где-то отчасти эта простота и зацепила. Может, вот упорство. Просто она сказала, ну и нахрен, давай, ладно. Он так, он. И все. И так, наверное, получилось. Про личную жизнь хотелось немножко поговорить. Потому что, опять же, вы не из тех ребят, кто... Ну, по крайней мере, не все. Прямо подсвечивают ее. Что творится у тебя в личной жизни? Я женат. Я женат. У меня двое прекрасных дочерей. Я надеюсь, где-то в батле. Либо, если, конечно, пройдем в финал, то по-любому у нас есть в мыслях блок, где мы хотим вообще показать свою семью. Если вы были ранее на проверке, мы это все уже говорили, что вот у меня двое дочерей. У Арната дочь и близнецы. У Даниара трое детей. У Ирхеблана тоже трое детей. Единственный лосяк у нас Бауржан. И мы об этом, надеюсь, в этом проекте скажем. Ты как знакомился? Я до этого говорил, что я веду корпоративы, банкеты. В одном из них я познакомился с очень красивой девушкой. Но я просто спросил ее имя. Ее зовут Махпал. Меня зовут Улжас. То есть она... Все. Мы познакомились. Она мне понравилась. И потом я говорю, можно, пожалуйста, как я могу тебя найти? И она дала свою страницу ВКонтакте. И когда я зашел ВКонтакте, я прочитал, что ее зовут Жунусова. Фамилия Жунусова. Махпал Жунусова. Чтобы вы понимали, Махпал Жунусова – это тоже народная артистка Казахстана, очень известная. А моя фамилия как бы Рымбаев. И она Махпал Жунусова. Я говорю, о, это прикольно. Я сказал, что ты будешь первой Махпал Жунусовой, которая станет Рымбаевой. Она говорит, что? Я говорю, мне просто фамилия Рымбаев. И все. Как бы это все зацепило. И все, понеслось как бы. Все. Но это уже какое-то время длилось наверняка. Конечно. Познакомился я с ней в 2014 году. Она сказала мне, да, только в 2019. То есть я за ней ухаживал с шесть лет. Шесть лет, почти пять лет точно. Что у вас там все так долго? Объясни мне. Блин, не знаю, честно. Наверное, мы начали встречаться спустя два года ухаживания моих за ней. Предложение я сделал ей в 2017 году. То есть она тогда сказала, что я дома все скажу, поговорю с мамой. Ну, как бы, типа, если меня отпустят, если они готовы, то я тебе скажу, да, предварительно. Но поженились мы в 2019 году. А что значит два года ухаживал? А что ты делал? Все. Кафешки, рестораны. Пожалуйста, давай в кино сходим. Ну, то есть все делал. И не за руку там, не целоваться, ничего? Это просто ухаживание? За ручку, за ручку. За ручку можно? Да. Но целоваться нет? Нет, нет, нет. Два года? У нас с этим строго все. У нас есть у казахов, у каждого казаха есть свой ру. Это род. Род. То есть если девушка с моего же рода, то мы должны узнать семь колен. То есть ее и мои. И если они окажутся родственниками, то нам с ней быть нельзя. То есть никак. Несмотря ни на что. Любовь и так далее. Ну, нельзя тупо. Это делается к тому, чтобы, во-первых, это правильно по-генетически, чтобы гены нормальные. То есть ребенок и так далее. То есть родные люди, они никогда не могут пожениться между собой. Поэтому это тоже важно. То есть узнать друг друга сперва. А ты с какого ру? Если она скажет Найман, я говорю, ой, я тоже Найман. Так, подожди, стоп. Давай узнаем, что там. Ну, чтобы наперед можно или нельзя. Потому что старшие в семье могут, грубо говоря, дать запрет на такой брак. Я просто не с ним понял. Ну, смотри, вот ты, конечно, выходите за ручку в кафе. Ты полгода ходишь и такое, понимаешь, не мое. Бывали такие моменты, да, конечно. Да, конечно. То есть на тот момент у нас не было такого, что, типа, вот, ну, на тот момент и она, ну, как бы сказать вам по-детски, там, спустя, там, полгодика, ну, то есть мы уже знаем, какая она, у меня есть с чем поговорить с ней, и она там, в принципе, в чем-то, наверное, я ее привлекал как мужчина, как парень. То есть на тот момент мы уже понимали, что она моя девушка, грубо говоря, мы, я помню даже, типа, а будешь моей девушкой? Она говорит, а давай попробуем. То есть, ну, все, ну, то есть за ручку, да, там, походить, там. Но параллельно ты не можешь ни с кем общаться. Нет, конечно, конечно. То есть и мое окружение знало, что она моя девушка. То есть я ее сразу где-то, наверное, там, типа, спустя полгода уже за ручку привел к пацанам, познакомил с командой, с ребятами. Типа, на тот момент у нас в команде Даньяр уже был женатым, ребята некоторые в команде были женаты. То есть я привел, познакомил с женами с нашей команды. То есть, вот, знакомьтесь, моя девушка. Типа, ну, то есть они уже познакомились, подружились, они общались, как-то, то есть, да, но мы не были женаты. То есть все. Девушка, да, я за ней ухаживаю, как парень. То есть вот так вот все. Проблема многих молодых пар в Казахстане. То есть очень было много разводов. То есть к этому ты должен подойти осознанно. То есть у тебя должна быть, в моем понимании, работа стабильная, заработок стабильный, чтобы потом на фоне этого не было ссор в семье. То есть у меня, я не знаю, как-то в голове это было заложено. То есть я не хотел просто жениться, чтобы потом вот мои родители, грубо говоря, мне, если на то время, говорю, мне было 23 года, ладно, я там не сильно зарабатывал. То есть родители, ладно, возьмут кредит, сделают мне свадьбу там на 10 миллионов в тенге и так далее. Позовут всех родственников, скажут, вот, все, мой сын женится и так далее. И спустя там полгода мы разведемся. Это же, ну, во-первых, я на тот момент не хотел, чтобы мои родители за это все так страдали. И я хотел чего-то добиться, встать чуть-чуть хотя бы на ноги, чтобы я примерно понимал, вот, вот скоро вот у меня вот будет такой-то заработок, я возьму там квартиру и так далее. То есть я к этому тоже осознанно шел. А как может быть много разводов при такой схеме? Вот опять-таки, да, опять-таки, наверное, из-за того, что чуть-чуть там денег не хватает, там, квартиры не хватает. На фоне этого там очень много разводов у нас, к сожалению, происходит. Поэтому я дал себе слово, типа, нет, я сперва сделаю вот это, вот это, вот это, вот это, там, заработок, квартиру, там, машину и так далее, грубо говоря. И потом сделаю свадьбу. Слушай, а тебе родители, кстати, ну или близкие твои, супруга твоя с таким образованием, с такой работой, они тебе что говорили по поводу юмора? Блин, если честно, я когда начинал, ну, вообще в целом КВН играть, вот юмором постоянно занимался сколько лет. Ну, если честно, я говорю, да зачем тебе это КВН, что тебе оно принесет? Давай бросай работу. Я, собственно, и, наверное, поэтому и работал, потому что, ну, я только платное образование получил. Вот, все-таки нас родители вкладывали, отец платил за учебу. Много? Так дорого? Ну, в то время это большие деньги были. Сколько, я даже не знаю. Нормально. Нормально. Как сейчас, наверное, сейчас тоже учеба дорогая. Ну, в то время это тоже было для нас большие деньги. Ой, извиняюсь, это казахстанское время. Это 12, да? Просто я это не меняю часы. Ага. Так. Ну, вот, в принципе, так, в 2013 году я в комедии батл поехал, все дела, т-т-т-т-т. И была возможность, может быть, и остаться, наверное, и в Москве, что-то развиваться. В то время у нас вроде бы хорошо получалось. Были предложения. Да? Что предложили? Юмористические. Ну, может быть, там остаться дальше. Попробовать куда-то пописать или повыступать? Да. Были такие программы, как не спать и так далее. А, пойти туда дуэтом? Да, можно было дальше продолжать. Но это нужно было постоянно ехать. Наверное, очень много времени занимало в плане здесь надо будет находиться 2-3 недели. Кухню же не знают многие. А я там работал. И это нужно было постоянно отпрашиваться. Увольняться тоже постоянно не мог. Даже, даже. И в то же время я же возраст, наверное, подходил. Нужно было тоже жениться. А что значит нужно было жениться? Объясни, пожалуйста. Ну, в смысле, уже возраст. А какой? Тогда было 27 уже. Уже нормальный возраст был тогда. А есть какое-то общественное мнение, да, которое говорит, что... Ну, вообще среди казахов у нас в казах... Ну, в смысле... Среди казахов у нас, ну, нельзя долго ходить. Серьезно? Ну, в смысле, 29 это уже, типа, о, ты что, старик, что ли? Что с тобой? Надо детей же. А девочек? Или у тебя что-то там. А у девочек, наверное, еще младше этот возраст? Ну, конечно, девочек, да, чуть помладше. Ну, 20... Ну, сейчас я не знаю как. Так, сейчас, может, 27... Ну, и то уже. Ну, в общем, если 27, это уже считают девушки, там, блин, надо побыстрее, побыстрее. 28, 29 уже, ой, блин, это уже вообще надо побыстрее. Так, ну да, в 27 лет я познакомился с супругой, а он ей в 30 практически женился. Вот так вот. Ну, а сколько ты за ней ухаживал вот до встречаний? Ну, три года мы с ней встречались. Не, ну вы же не сразу... Смотри, мне просто объяснили, что можно за руку ходить два года, не целоваться, ничего, просто встречаться. Ну, практически так произошло на самом деле. Ну, тоже ухаживал, тоже вот это все дела. Короче, я как нашел? Я нашел ее ВКонтакте на самом деле. Я пролайкал все фотки, у нее Ава была такая в медицинском, у меня мама медик. Я думаю, о, как раз мне медик как раз наведен. Возможно, вот это что-то ёкнуло, что-то, может быть, связано с мамой. Написала, она мне долго не отвечала. Я сказал, слушай, дай мне 15 секунд. Мы встретимся, если в течение 15 секунд... А, 15 минут. В течение 15 минут я тебе как бы... Ну, вдруг какая-то химия ничего не произойдет, можешь уходить, просто не надо никакие даже, ну, придумывать отмазки. Ну, предлог. И все, как-то так хи-хи-ха-ха, так получилось. Мы встретились с ней в торговом центре. И что-то нужно было произвести впечатление, просто что-то вот какая-то химия, видимо, произошла. Мы смеялись долго. Я говорю, так, 15 минут прошло. Ха-ха-ха, что мы ждем? Делай выбор. Ха-ха-ха. И все, вот так вот оно дальше осталось. И мы все-таки по сей день начали встречаться. Это ее просто веселило, эти 15 минут, да, получилось? Ну, 15 минут, да, пришло, приходилось. А ты готовил какой-то, ну, заход? Нет, нет. Ну, это, наверное, какая-то так... Само по себе. Ну, типа, проходили там мимо, там, там, зеркало какое-то, думал, смотри, какая красивая пара. Потом посмотрел, говорит, а это мы. Ха-ха-ха. Такими не заготовлены. А ВКонтакте она тебе просто попалась случайно? Да, да. Я вот как раз в Астане жил, потом у меня родители в Караганде жили. Я думал, поеду в Караганду, все-таки возле родителей побуду. И как раз-таки поиск Караганда и ВКонтакте. И случайно наткнулся на супругу. Ты искал... Ну, слушай, да, мне было тогда 27, мне нужно было жениться. Мне нужно, мне говорят, слушай, надо жениться, что это такое? Будешь катить, что ли? Все, ты сел искать жену, да? Да. А скажи мне, насколько распространена практика, что, допустим, парни, ну, да и девчонки бывают, гуляют, и у них там раз девушка, там, два девушка, три девушка, сегодня одна, завтра вторая. У парней. Ну, и наоборот, да, не принято или как? Я просто сейчас вас слушаю, мне такое, кажется, чувство, что там все, патриархат, матриархат. Нет, 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 на самом деле все современно. Это все так же, как и у вас, все современно. Просто единственный момент, что, скорее всего, у нас просто именно вот нужно просто чуть пораньше жениться. Ну, лучше желательно, не за 30. Твоя личная жизнь? Не женат. Детей нет. Вот я хотел сказать... Пока что вот как-то так. Что творится? Потому что пацаны все женаты, все дети, дети много, дети все и выставляют, как-то об этом говорят. Ну, блин, ну, слушай, в семье напрягали сильно, да? Ну, то есть мама, братья все всегда говорят, что ты такие будешь? Типа пора жениться, пора жениться. А я что-то как-то к этому относился, ну, серьезно. То есть если есть человек, то вот уверен, все, можно создавать семью. Ну, знаешь, не так, что создать, потом там, если какие-то проблемы, разойтись, то есть я не знаю, честно. И видишь, мы же мусульмане, и мы же все уповаем на Всевышнего. Бог даст, даст. То есть у него планы намного лучше, чем мои. Да. Хорошо. А как быть тогда с тем, что... Ну, давай вот Арнат. Сейчас мы с Арнатом говорили. Говорит, надо искать жену. Говорит, я открыл ВКонтакте. Караганда. Поехали. Так-так-так-так. Во. Пишу, знакомлюсь, там что-то вот такая схема. Я чуть не женился примерно, по-моему, в 26-27, кажется. Ну, то есть был человек, уже как-то примерно приблизительно я уже думал. В итоге все, ничего не получилось. После 30 уже, наоборот, пошло вот это вот, искать минусы. Если раньше же как-то по молодости можно было, а все, люблю, и ты с головой уходишь в это. А после 30 ты уже так, она чуть-чуть не готовит, кажется. Блин, она, кажется, чуть-чуть не убирается, кажется. То есть уже начинаешь вот эти вот моменты искать, смотреть. Чуть сложновато в этом плане. А сейчас я как бы... Нет, я не собираюсь там искать ни минусов там. Наоборот, появится человек, полюблю, почему бы нет. Не давят на тебя? Нет, сейчас нет. А, прошло, да? Да, это уже все прошло. Ну, 34 куда-то идти. Ну, 34. 34, нормальный возраст. Нормально выглядишь. Хорошо зарабатываешь, все у тебя хорошо. Я к тому, что такое дело. Наверное, да, наверное, ты прав. Блин, я не знаю, ну, ВКонтакте навряд ли. Хотя сейчас друзья советуют, говорят, наверное, самый идеальный вариант это если познакомить друг. То есть кто-то должен познакомить, сказать, слушай, там есть вот такая девушка хорошая, вот здесь вот есть парень, вроде нормальный. То есть познакомьтесь, пообщайтесь. Наверное, это только вот так вот должно. Сам казахский юмор, сам казахский юмор, его сложно писать. Ну, обычным автором российским, да. И я видел очень много авторов, которые приходили, допустим, к этим ребятам, к молодым там, да, уж помоложе, к тем коллективам. И чаще-часто, ну, не могут. То есть они пишут какой-то миниатюр, выписывают ее, они начинают ее ставить, она как-то, ну, криво стоит уже. Хотя в тексте она, ну, звучит очень круто. Специфика. Потому что у них сам юмор другой же. Ну, ты же знаешь, да? Внутри Казахстана. И внутри, и вообще. Любой казахский юмор, он не строится, шутка не строится, так как, допустим, российская команда строится. Это все какое-то, какое-то все вот на движении, да, допустим. Ну, то есть можно, допустим, российская команда скажет, ты, пират, уходи. А казахская команда в глаз ему пальцем ткнет, под ножку, ну, по ноге даст, и он на одной ноге будет прыгать, ты, пират, уходи. Ну, типа, обязательно нужно что-то добавить вот такое вот им. Ну, это, это вот у них особенность такая. И, ну, я скажу так, что если посмотреть, допустим, у них есть такая баслика, где, кстати, Якир Булан является ведущим, да, и продюсером, если ее посмотреть, ты все сразу поймешь. Там не обязательно, чтобы был вот сетап и панчлайн. Там, если сразу, если смешно, то все классно. Вот смешно это на этом уровне. Не обязательно ничего добивать. И это так у них есть. И народ смеется, взрослые люди в жюри сидят, взрослые. Все, этого достаточно. День рождения у Путаны. А где Света? У него день рождения. Давай подробнее поговорим про баслигу. Значит, я знаю, что есть в Казахстане два КВНа. Есть КВН. Казахскоязычный. Джайдарман называется, да. Есть, ну, шесть лет назад появилась баслига. Это как раз-таки после того, как, ну, все, мы закончили с КВНом. Вы выиграли с баслигой? Вы выиграли, да. Мы выиграли, выиграли там, что, кубок чемпионов. И все. Впервые в КВН команда из города Нурсултан. И сразу на летнем кубке. Спасибо, что смеетесь. Мы ради этой шутки город переименовали. Я как-то, ну, то есть подумал, что я должен отдать дань всему тому, что вот сам прошел. И когда мы вот как Спарта играли, еще в молодость, еще там студенческие годы играли, всегда была проблема. Это финансирование. Ездишь в Сочи, тебя там никто не поддерживает, не на кого опереться. И вот я подумал, почему бы не сделать Лигу. И вот мы с бас продакшеном, там есть Нахлбек Тошанов, генеральный продюсер. Там Марат Уралгазин, Рустим Умаров. Я вот вчетвером решили создать Лигу. Совершенно, скажем так, без взносов, без ничего. Просто чемпион едет за счет Лиги в Сочи. Все. То есть я, а я дальше там в Сочи буду курировать, как они дальше проходят. Стоять с ними, вместе писаться. То есть помогать молодым командам. Кстати, вот команда сейчас Семей из региона, или как правильно говорить? Или города Семей? Из города Семей. Из города Семей? Да. Область Абай. Город Семей. Это же как раз ваши чемпионы, да? Да, да. Они сейчас... Нет, нет, Семей, они чемпионы Джайдарман, а у нас они, к сожалению, заняли второе место. Ага. Да, не получилось. Я к тому, что эти ребята вот сейчас в Лиге Городов, в Вышке. А, это... А, это не Кипишуй. Область Абай, которая в Лиге Городов играет в Вышке. Да, не Кипишуй. Это команда не Кипишуй. Еще одна появилась из города Семей. Я не знаю, этот город богат на мощных, смешных команд. Ага. Так получилось. Ну, они... Не Кипишуй. У нас в бас-лиге, да, это наши чемпионы. Вот у Константина Львовича новый фильм вышел. Вызов. Между прочим, в космосе сняли. Оооо. А че, в Москве не сняли? Ты че, в Москве же дорого. Ага. За короткий срок выдала очень хороших ребят. Они... Ну, многие просто... Кстати, извини. Она официальная. КВНовская. Ооо. Ну, была, но где-то два года. Короче, как? Смешно очень получилось. Пока каждая лига платила взнос. То есть каждый год, приезжая в Сочи, я должен на год заплатить взнос. За то, что они мне дают статус официальный. Ну, это помогает только тому, что команда приезжает. В какой лиге она играла? Редактора спрашивают, в какой она лиге играла? В официальной. Кто там курит? Этот. А, ну все. Значит, команда уже поработала с редакторами. Значит, можно присмотреться к этой команде. И вот, пока мы платили. Пока были, существовали взносы. Каждый год нам звонили. Там спрашивали. Че, как у вас. Отчет когда сдадите. Как проходит. И вот, где-то два года назад. Убрали это все. Полностью везде. Никакая лига взносов не платит. А сколько было денег, если не секрет? Плюс-минус. Не помню. Ну, 70 тысяч рублей, может, в рублях. В год? В год, да. Это прям совсем фигня. Ну, или чуть больше, чуть меньше. Ну, не знаю. Не суть. То есть, это не было. Не больно. Ни холодно, ни жарко. Нормально. Но, как только убрали взносы, все. Никто не звонит, не спрашивает, как лига существует. Нет. То есть, ну, ладно. Че. Как-то вот так смешно получилось. Ты говорил, что, может быть, закроешь лигу. Да. Да. Потому что, ну, шесть лет. Ну, я немножко был обижен, скажем так. Это больше была, наверное, обида. И я высказался. Это на молодые команды, которые приезжают. В этом году, то есть, в прошлом году, вот последний сезон, мы поставили большую сумму, 10 миллионов в тенге чемпиону. То есть... Давай я переведем. 10 миллионов – это 2 миллиона рублей. В рублях, наверное, 2. Ого. Да, да. Ого. Да. Просто вот налом. Вот на. Не так, чтобы там это вот 2 миллиона, но там на какой-то проект. Это так. Нет. Просто вот дай ИП, счет мы переведем туда. Вот так это было. И я думал, все, супер. Вот такую сумму поставили. Сейчас будет Рубилова. Но нет. Команды перестали стараться. Вот что-то вот приходят на редактуру. Ты... Все, что на сцене – это вот последний день, последние два дня дописанный материал. Сезон получился очень слабым. Финал удался, но сезон в целом получился очень слабым. Я за кулисом всем говорил, что ну недостойны вы этих 10 миллионов. То есть, не знаю, как правило, всегда старички, КВНчики всегда говорят, в наше время было лучше. Но здесь бы я точно сказал, в наше время мы бы просто на уровне редактуры рвали бы друг другу глотки. Точно. Это было бы... Самым мощным финалом был. Мы бы сделали все, если на кону стояли 10 миллионов тенге. И вот я просто сказал, а надо ли дальше мне это делать? То есть, если это не дает какие-то плоды, если... Раньше хотя бы был мощный сезон и была такая какая-то душно, вот все, кайфовали от того, что вот все, полный зал, команды мощно подготовились, интрига бешеная, друг друга побеждают, слезы, эмоции. Ты просто после игры выходишь такой, блин, да, я это сделал. Все, кайф. Мы это толпой сделали. И совершенно не важно то, что ты работаешь. Этот проект мы делаем бесплатно. Шесть лет. Безвозмездно. Ничего. Даже было время. В первый год мы вкладывали свои. То есть, спонсор появлялся, он отказывался или кидал. Это частенько такое бывает со спонсорами. И вот мы... А команду же надо отправлять в Сочи. Как объяснишь команде? То есть, он сезон отыграл, чемпионом стал, заслужил. И ты говоришь команде, спонсор кинул. Нет, мы говорили, пацаны, давайте скинемся и отправим команду. И бывало и такое. И вот спустя шесть лет я просто там уже и спонсором это озвучил. Там у нас основной спонсор, ну, помогает нам партия Аманат. Есть ведущая партия. Ну, скажем, у вас Единая Россия, у нас Аманат. Вот. Они помогают нам. Я зашел, я озвучил и сказал, ну, ребята, дальше уже на эту сумму я не могу работать. То есть, физически я не успеваю. Это был мой вопрос. Да. Когда можно все успеть? Смотрите. Да? Ты сам сказал сейчас. Да. Передача, съемки. Да. А давай возьмем концерты. Вы же, когда приезжаете сюда, это три недели. Минимум. А то четыре. Да. А приезжаете вы не один раз в год? Нет. Вот. Сколько там было? Минимум два. Да? Это еще мы выкидываем. А есть просто какое-то время, когда надо отдохнуть, ну, иначе ты просто с ума сойдешь, просто сломаешься. Про отдых можно забыть. Да? Да. Ну, физически мы реально, физически я устаю. Ну, просто не знаю, как-то получается. Видимо, из-за того, что люблю эту работу, я получаю кайф от этой работы. Соответственно, у меня получается как-то вот выживать, находить какое-то время, отдохнуть. Денек поспал, пошел дальше, переключился на другой проект. Идешь дальше. И вот среди всего этого мы уже последний год уже чувствовали, что не остается времени на бас-лигу. Ну, скажем так, на бесплатный проект не остается времени. Ну, правда, да. Да. Ну, это же много. Слушай, опять же вопрос. Смотри. Мы тебя знаем. Мы, я имею в виду, зрители шоу, в которых принимала участие команда Астана, мы тебя знаем по образу такого хамовитого, какого-то парня с района. Да. Я говорю, иногда у меня есть образ, типа, смотрите, а прият. У меня вот в Казахстане этим больше образом знают. Честно скажу, вот этот образ, он, наверное, ну, в Казахстане больше я где играл, вот юмористически там, типа, я там всегда улыбаюсь. Там вот второй образ, он такой более маниакальный. Ты, наверное, думаешь, типа, привет. Привет. А скажите, пожалуйста, а вот этот образ, который более маниакальный, он к твоему инстаграмму? У тебя очень популярный инстаграм? Ну, не прям такой популярный. Я просто веду инстаграм, веду и тик-ток. Мне просто это нравится. Это, знаешь, такое, вот, как говорят же, вот, когда заканчиваешь вот этот проект вообще в целом юмористически, вот, как бывших иванчиков не бывает, и я вот эту, наверное, долю Индерфина получаю, наверное, оттуда. С комментариев, в целом, подпросмотров. И мне это нравится просто делать. Давай так, для страны в 20 миллионов человек, там, полмиллиона подписчиков, это звезда. Ну, давай, без... Ну, я не считаю себя звездой, но... Я сейчас не про то, считаешь ты себя или нет, я говорю, это факт. Ну, просто факт. Ты можешь к этому как угодно относиться. Значит, получается, внутри Казахстана ты больше известен как раз по другому образу. Вот по... Там у тебя такие какие-то, они более жизненные, простые, там, с супругой ты часто интервьюешь, да? Да, да. Ну, слушай, да. Вот у меня в основном подписчики, в основном, пацаны, наверное, мужчины. Я не знаю, почему. Я вот просто по рынку такой, э, ты чё, это чё? Одни мужики там подойдут. Ну, я и после этого начал больше семейный контент делать, чтобы больше женскую аудиторию тоже охватывать, потому что женщины, они более активны в Инстаграме, они могут комментировать и так далее. Если мало комментариев, значит, скорее всего, и много подписчиков, а просмотрится, значит, скорее всего, у него мужская аудитория. Ну, я уже чуть-чуть в этом плане шарю. Я вот супругу начал туда в целом заводить, потому что, вроде бы, у нее неплохо получается. Ну, я вижу, у нее какие-то данные артистичные. Ну, в целом, ей, я так понял, понравилось. И вот. Особенно, когда им машину вручают, слетает красиво. Да, я вот недавно, ну, я сам не езжу за рулем. Да? Почему? Слушай, я не знаю. Подожди, ты не ездишь за рулем? Давай так, я не много раз был, конечно, в Казахстане, но там, по-моему, машина, это как конь, это прям должна быть пау, вообще, машина, это очень важно. Я вот, я не знаю, почему, хотя я об этом никому не говорил, вообще ни в одном подкасте, а в целом никто не знает, наверное, об этом. Ну, я не знаю, у меня никогда не было интереса. Возможно, сейчас с возрастом, хотя, ну, у меня такой старый, ну, вот, и не мало. Ну, я, возможно, начинаю, ну, в какой-то момент, может быть, больше боюсь, наверное. Вот. Что, супруга, получается, водит? У меня супруга, да, водит. У тебя занятость следующая. Насколько я понимаю, у тебя есть вот эти съемки здесь, которые в Москве. Так. И они много времени занимают. Ну, нормально. Нормально. Относительно, да. Вторая твоя большая занятость, это твой, соответственно, профиль в социальных сетях, правильно? Блог, да. Я живу в Алма-Ата. В связи, ну, причина того, что я сейчас там живу, потому что у нас более творческий город в Казахстане, это Алма-Ата. Там вот кино, индустрия, сериалы, все дела. Сейчас, ну, практикую сериалы, кино тоже. Как актер, правильно? Да, как актер. Угу. А вот там у тебя какие роли, скажи? Ну, там тоже не бытву играю. Там больше в основном, в основном, где предлагают роли, тоже, наверное, больше добряка. Может, маньяка. Маньяка. Или только более глупого человека. Ну, ты настолько отличаешься от этого образа, который в, ну, в шоу. Да, все думают, почему это, да, когда встречают там новые, ну, это неизвестные люди. Говорят, о, ты чего там? И думают, там, какой-то там я силач там, я не знаю, или дрочон. Всегда любой вопрос, будешь махаться, будешь махаться. Я говорю, на всех сил у меня не хватит. Кстати, ты же единственный, кто не поет, да, по-моему, в команде на данный момент? Да. Ну, команда, честно, очень поющая. Я не знаю, мне кажется, с ними еще чуть-чуть поиграю, точно запою. По крайней мере, в караоке уже начал ходить. Так, смотри, а у нас, получается, все живут в Астане, да, и только ты в Алматы? Я в Алматы и Яркебулан в Алматы. А, точно. Да. Яркебулан в Алматы. Вы там не пересекаетесь, кстати, нет? Блин, мы с ним ни разу не пересекаемся. Ну, я понимаю, чтобы заняты, да. У него у вас своя, у него свой продакшен там, где он работает. Я почему-то не знаю, хотя были возможности, но почему-то не получилось по времени. Да знаешь, как это получилось на самом деле? Я вот работал в банковской сфере, и в какой-то момент я ушел, не получилось с работой, и долгое время не мог найти работу, где-то шесть месяцев. У меня супруга медик. Она просто как-то, видимо, может быть, это видела и говорит, все, меня переводят в Алматы. Я говорю, в смысле, и что-то так-так-так, и говорит, все, мы едем в Алматы. И все, и мы поехали в Алматы. Она понимает, что да, скорее всего, больше, наверное, в творчество надо идти. И вот я там начал в творчестве заниматься. Ну, начал развивать блог. А, кстати, а ты в блоге на каких образах там поднимался? Потому что я там вижу сейчас, ну, знаешь, я смотрю сверху вниз. Да, в целом, в Инстаграме там, наверное, много и образов и не надо, хотя сейчас, может быть, там больше, наверное, ЖЗА, Узнавашка, Актуал нужно. Жизненные вещи, Узнавашки, Актуал. Там ты, там ты, ты, который ходит, что-то видит. Да, потому что в Инстаграме нужно рассмешить от вот таких людей, от шестилетних до взрослых. Иногда я удивляюсь, когда подходят там дети шестилетние или пятилетние. Говорят, можно дяденька с вами сфоткаться? Я говорю, откуда вы меня знаете, вы что? Я говорю, мы вас с ТикТока видим. Я говорю, вы что, ТикТок смотрите? Я же там иногда бывает матерюсь. Ну, вот такие семилетние, восьмилетние дети иногда бывают, подходят и фоткаются. Я удивляюсь просто. А, кстати, скажи, пожалуйста, там тебе приносит доход реклама, правильно, которая внутри? Ну, отчасти. Отчасти. Ну, реклама, сериалы, кино тоже бывает. Я, бывает, там снимаюсь. Не, это понятно, это понятно. Там платят тебе гонорары. А вот если мы говорим с тобой про социальные сети, там какой порядок цифр вообще по Казахстану? Что там предлагают? Ну, в среднем, если брать, если у блогера, наверное, активный аккаунт, около, там, трехсот тысяч подписчиков в среднем, то, наверное, сториз у него будет. Ну, я опять-таки не знаю, честно, такие цены, но у каждого по-разному. Ну, примерно, в среднем, так, сториз, ну, 15 секунд, наверное, будет 70 тысяч, 80 тысяч. Рублей? Да. Хорошие деньги. Да. Не, понятно, может быть, меньше, может быть, больше, это зависит от человека. Может быть, вообще, намного меньше, потому что там все зависит от активности аккаунта, все зависит, на самом деле, какая у нее аудитория, мужская аудитория, женская аудитория, возраст какой-то, все тоже смотрят. Я к тому, что на этой деятельности можно хорошие деньги зарабатывать, достойные для жизни. Может быть, раньше, да, сейчас, может быть, меньше стало как-то. Да, потому что очень много сейчас блогеров, очень много стало. Конкуренция? Конкуренция, да. А ты тогда себя, скажи мне, пожалуйста, чтобы мы завершили тогда на этом, ты себя где больше тогда видишь? В какой путь? В блогерстве или же в фильме? Вот смотри, у тебя есть, у тебя есть участие в роскошном шоу. Это же все как поддержание мединости, грубо говоря, поддерживание. Что, что поддерживает? Что на первом месте? Что именно поддерживает? Я не знаю, мне кажется, это такой механизм, если что-то забросишь, все, и второе. Да, да, и второе. Тут надо вот так вот работать. Тут, тут, и тут, и все. И должно вот тогда так работать, как часовой механизм. Если там что-то забросишь, не пойдет так. Я всегда многим так говорю. Многие подходят, говорят, я хочу вот этим заниматься. Нужно это систематически делать. Даже то же самое. Если ты хочешь быть вайнером, блогером, ты как минимум в неделю должен три видео выкладывать. Не получится так, типа вдохновение, пришло, не пришло. Ты должен работать. Просто сидеть, писать. Пришло, не пришло. Это твои проблемы. Просто должен выкладывать видео. Если ты хочешь, набрать себе подписчиков, аудиторию или в целом, чтобы тебя узнавали. Ну, это всегда любопытно, какие-то эти, как актерские байки. Вы пока учились на актерском, что-то происходило же наверняка забавное, о чем можно рассказать или нет. Не вспоминаете время от времени в компании с ребятами? Забавное. Забавно было, как мы с Даняром поступали. Расскажешь? Короче, мы взяли то, что вот мы должны издавать. Это была поэзия, потом этюд, и был еще пункт, где рассказать анекдот. То есть мы пришли, сидит заведующая, а она такая, ну, давайте, кто это вас отправил? А, какие-то КВНчики пришли. Ну, давайте КВНчики. То есть актеры же, они же в любом случае КВНчикам, ассистические халтурщики типа. И вот поэзию читаем, я помню, я читаю, меня обосрали там, там же. Даниара тоже там же похоронили. И потом говорит, расскажите анекдот. Я из-за того, что уже меня обосрали, то есть я уже не хотел рассказывать анекдот, я говорю, а я не знаю. И она говорит, как так? Неужели ты, говорит, даже один анекдот не знаешь? Я говорю, нет, не знаю. И Даниар меня очень сильно порвал. Он решил, блин, наверное, надо типа уверенно как-то залететь. Он прям подбежал к ней, сел рядом, начинает рассказывать анекдот про Питьку Чапаева. Она как по столу убьет? Говорит, иди отсюда, ты что делаешь? Ты что переигрываешь? Ты, говорит, друзья, так же анекдот рассказываешь? Потом повели, где проверяли сцену движения, то есть насколько мы пластичные. Играют мелодию на пении и говорят, танцуйте. Я не понимаю, говорю, а как танцевать? А там типа мелодия такая тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Я не понимаю, Даниар начинает так. Видишь, вы русский народный танцует, он делает вот так. Самое интересное, что я вот так стою, и я не понимаю, что мне делать, я начинаю как в клубе просто. Сценически нужно. Это вообще, я вспоминаю, это очень спешно. Прям с позором, наверное, ушли вдвоем. А как вас взяли в итоге учиться? В итоге нет, это было же как проверка. Потом мы готовились, где-то на протяжении месяца, по-моему. Сдали мы экзамен на отлично. Это первый день, это прям вообще. У тебя же актерское образование, что-то мы так... Да, актерское я закончил, да. Полноценное, актерское образование. Да, красный диплом, как положено. Но ты не служил. А он в этот красный диплом лежит где-то в пыли вообще до дома. Я закончил, да. Я по профессии, вот угадай. Вот смотри, актеры, они же разного, разные профессии, разный факультет, разные направления. Это кукольник может быть, это может быть там, я не знаю, режиссер, сценарист. Как ты думаешь, кто? Драматический актер? Абсолютно верно. Драматический актер. Драматический актер. Но ты не служил в театре? Почему? А, нет, я один день пришел, сразу потом уволился. Не мое. Вот, кстати, напишите, подтвердите мою мысль в комментариях. Смотри, вот я за вами наблюдаю, и я вижу, вы растете. Вот вы там быстро, медленно, это уже всегда дело каждого. Но вы в КВЭ не росли, и дальше пошли. Спасибо. Вот. А напишите, что вы думаете по этому поводу? Правда, вот мне очень любопытно. Обязательно напишите, а то вы просто посмотрите, а потом не напишите. А вы все так делаете. А вы прямо напишите. Опять же, мало кто знает об этом в России. У тебя очень популярный инстаграм, и там есть такие персонажи, как Кайркен и Енешка. Я боюсь, может быть, я их неправильно называю. Неправильно, Енешка, да. Теща. Два персонажа. Вот я хотел спросить. Не только, да, там несколько, ой, ой, там очень много, я экспериментирую всегда. И почему-то залетает, все, что ты делаешь, залетает. Я не знаю, может, меня так любят именно мои подписчики, или люди вообще в Казахстане. Вот. начнем с Енешки. Это переводится как? Это самая такая, это теща, такая суровая, и всегда хочет подколоть, только аккуратно, очень живет с сыном, и у вас снаха называется, да? Ну, который, вот смотри, мама, дочка, ой, мама, сын, и жена сына, для мамы, сына. Кто? Снаха же? Я. Правильно же? Ага. Ребята, я сейчас не успеваю. У нас Келлен называется, у нас Келлен, у вас снаха, да. И бывает такое, что когда они остаются наедине, о чем можно поговорить? И здесь, как говорится, Енешка, теща, она начинает ни с того ни с чего, просто проблему делать. Вот ей нравится, когда страдает, когда ей нравится, когда она там, что-то там, это самое, косяканула, там, и так далее, по ее мнению, да. Я вот подумал, что прикольно вот такие моменты раскрывать, что-то делать. Что-то хочешь сказать мне? Нет, Енешка, нет. Я просто нечаянно посмотрела. Не нравится мне. Взгляд? Мамка, не надо меня оскорблять. Не надо оскорбляться. Алмаз. Алмаз. Не отколдывай. Куда, мамка? Куда глаза несет? Успокойтесь, мамка. Я спокойно. Как океан перед Борей. Может, Боря, а не Боря. Эй, кольки, не спокойно. Ты тоже кеднешь. Мам, куда вы в 8 вечера сейчас поедете? Бальмим. Процедуру бабчатам. Алпус бальма? Да, да, сейчас я перенесу. Окей, я верну. Зачем вы так говорите? Вы же знаете, что мы скажем, не надо. Салима. Кельнгба. Ах, беме, шахпаратарманд. Вы что, сразу в халате пойдете? Я был в платье. Сильный. Это маленькие нюансы в семье, бытовые моменты, да. Но, когда мне пишут в директ, блин, у меня же такая ситуация тоже. Сейчас она сидит на меня, смотрит. Ах, вот так люди помощь ищут от меня. Я не знаю, как ответить, что сказать. В комментарии, ты понимаешь, там сколько комментарий? Ты не смотрел? Я посмотрел эти ролики. 5 тысяч, 6 тысяч, 8 тысяч. Ё-моё, просто люди, они срутся между собой, там, начиная, да, а у меня инешка золотая, она не такая, там, и так далее. Я люблю, там, ну, таких инешек я встречала, там, и так далее. Там война идет, короче, между собой. Вот. Это такой, вроде, есть люди, которые ее любят, потому что, когда я вот эту маску, это же маска же, обычная маска, я просто сижу дома, и у меня люди, дети мои иногда, мама говорит, уходите, сейчас папа будет сумасшедшим на 5 минут, не смотрите, это да, и все уходят. А жена уже привыкла, она спокойно вот так чай пьет, даже не обращает внимания, а там сбоку ужас творится. Чтоб ты понимал, там я начинаю вот так играть, а, Зарина, иди сюда, надо с тобой поговорить. Вот так низким голосом разговариваешь, все это самое, сильно она мне. Вот это все моменты, начинаешь образ, и представь, у меня там супруг, иногда нам вот так смотрят, это, конечно, ужасно. Ну, а что делать? Да, охота смешить людей, как говорится. Это было просто желание веселить людей? Ну да, это просто, ну то есть я, на самом деле, у меня есть очень сильно близкий, знакомый человек, который, это, ну то есть образ, внешне я взял от нее, не буду говорить сейчас, а то вдруг посмотрит еще. Взрослая женщина, знакомая сильно мне. Вот, я просто всегда замечал это, что недовольство, это очень круто. Это очень круто, когда человек недоволен, да, когда ни с того, ничего, что-то там, дергает кого-то там, это самое, пытается плохо сделать кому-то, это очень круто. И мне вот это все, я с детства, получается, я смотрел на нее, изучал, и мне получилось прям, именно вот в 35-летнем возрасте все это попробовать сделать. А раньше в 30 лет, 25 лет, я бы не смог это передать. А вот 35 лет, когда я уже немножко постарше сейчас, у меня в голове что-то есть там, я попробовал, и получилось, да. Второй образ, это Кайркен, генеральный директор, который, то есть без проблем, без всяких проблем, там, неженатый, когда-то был женатый, короче, ну, они обоюдно разошлись, все нормально, ни у кого нет претензий, понимаешь, такой образ, он живет, там, у него сын в Лондоне учится, там, проблем денег много, у него в своей компании, уходит, там, подкатывает к девчонкам, там, и так далее, его любят, он опрятный очень, да, у него на уме только там, это самое, секс, там, и так далее, всякие моменты, да, но он как-то, я сделал так, что он как-то встретился с ней, чисто случайно, не знаю, и влюбился в нее, не надо делать так, я не знаю, как это закончится история, но если они вдвоем влюбятся, нужно снимать сериал большой, очень крутой. Хочешь быть успешным, как я, каждый день откладываю по одному деньги, и через сто лет у тебя будет тысяча тысяча пятьсот. Вот, это такой образ, и один еще есть, который плохо разговаривает на русском языке, но очень честно, такой влюбленный, в очках, таких беспонтовых, дешевых очках, и в богатую девочку влюбляется, вот он тоже залезает, а, залетает, болтабай. Вот, давай теперь цветы подарю. Ну, давай. Какой ты, Вася, моя любимая цвета? Голландский, сто одна роза. Нет, только одну надо. В смысле, ты хочешь один цветок подарить? Казахские команды, и вы, в частности, достаточно много шутили про то, что можно курить. Ну, дальше курить, это, конечно, нельзя, согласно законодательству, а насколько это реально распространено, или это штамп, который просто тянется с годами? Блин, вот честно, я даже не знаю, я сам не курю, это правда, чистая правда, я вообще, то есть, мне это и интересно не было, хотя вырос я во дворе, где много кто употреблял это, то есть, мне почему-то душа не ложилась туда. Может быть, все-таки это от матери, потому что отца не стало, когда мне было примерно 7 лет, и мать как-то вбила мне в голову вот эту фразу, что не делаю ничего плохого, отец смотрит. И я как бы всегда сторонился всего этого. Насколько это реально? Ну, я думаю, что это в любом случае есть некий стереотип. Хотя, да, много кто курит, кто-то не курит. Ну, мне кажется, это все-таки какой-то завышенный стереотип. Ну, давай сейчас его просто возведем в гиперболу. Ну, то есть, вряд ли вот на этих праздниках той, я правильно понимаю, не собираются люди в кружок покурить. Да, но вряд ли. Ну, это странно было бы, да? Ну, потому что я говорю, со стороны, типа, выглядит так, что каждый раз встретились, обязательно, и с собой привезли, и еще всех угостим, но, наверное, нет. Слушай, может быть, из-за того, что я сам не курю, поэтому я не замечаю этого? Ну, такое сложно, знаешь, как пьяных, сложно не заметить, когда они там рядом веселятся. Блин, честно, на тоях я как бы не встречал, сколько был, не видел, что кто-то... Пьют, наверное, во время. Конечно, конечно. Вот пить, пить я могу. Слушай, извини, пожалуйста, а что с папой произошло? Отец... Ладно, как, наверное, опять изначально, да? Папа у меня режиссер. Мама актриса. Здесь, кстати, в Башкортостане, в городе Уфа, проводился некий конкурс среди театралов. Назывался Туганлы, по-моему. И отец, как он представлял город Астана, на тот момент, по-моему, Акмала была, приехали сюда на конкурс, и у него он страдал, то есть у него сердцем всегда были проблемы и инфаркт. Так внезапно, да? Ты же молодой человек. Выиграл конкурс здесь, но не успел. То есть утром у него случился инфаркт, вечером объявили, что папа выиграл. Блин, кстати, но смотри, артистическая среда, и у тебя же актерское образование. Да, мы с Даниейром одногруппники. Да, но при этом, насколько я понимаю, ты сейчас не занимаешься этим, как профессиональный актер? Нет, думаю, нет. То есть были предложения на сериалы, на фильмы, но пока я сам по себе вообще стеснительный просто. И ребята это тоже знают. И я, мне сейчас сколько уже, 34 года, я думаю, что я до сих пор пока не поборол в себе вот это вот. Столько лет на сцене? Да. В КВНе почему-то мне легче, а вот в каких-то других местах, даже сидя сейчас, брат с тобой на интервью, в любом случае у меня внутри где-то есть какое-то некое стеснее. Ты мероприятие? Надо залезть сейчас чуть-чуть. А как думаешь, почему? Блин, не знаю, честно. А, кстати, слушай, а вы, блин, не часто таких людей встретишь? А скажи мне, когда родители, вот актеры, они же в жизни какие-то такие... Как так жить? Вот они себя дома ведут. То есть, чтобы, наверное, было понятнее, папа и мама это такие люди, которые на любом мероприятии, где-то за столе, да, попросят спеть песню, они смело встанут с места, споют и сделают. Меня попросят, я найду тысячу причин, чтобы встать, выйти, что-то сделать. То есть, я пытаюсь, наоборот, уходить от такого. Я не знаю, почему. Хотя ты же классно поешь. Блин, вот когда в КВНе, я себя чувствую комфортно на сцене, рядом с ребятами, когда выступает команда, КВНовская сцена, либо вот просто юмористическая сцена, она чуть ближе, и она мне по душе. А где-то вот так вот выйти одному песню спеть, что-то такое, я... Нет, не мое это. Хотя, еще раз, ведешь, ты уверена? Веду уверена, да. Мероприятия то же самое, нормально. А вот именно, почему-то вот такие вот моменты. Когда есть люди, кого я не знаю, кто-то говорит, о, ты же круто поешь, спой, пожалуйста. Я такой, не хочу. Давай так, а ты бы в маску хотел, вот в Казахстане, вот раз ходил, классно. Мне предлагали в шоу, это как две звезды примерно. Я отказался, потому что, ну, во-первых, у нас были съемки в Москве, во-вторых, я честно, что-то как-то так представил, что, блин, это что надо, выходить, петь, потом судить, вот это все. Я что-то как-то постеснялся, честно. Скажи, пожалуйста, задают вопрос подписчики, и мне тоже очень интересно, почему у звезды нету Гульнары, почему она в команде, не в команде, если нет, то почему, почему человеку крови садоват. У Гульнары, у Гульнары все хорошо, она также в Казахстане занимается своим любимым делом актерским, снимается в фильмах, но ушла, так скажем, нет, не ушла, перестала она с нами ездить сюда на проекты, потому что она давно этого хотела, она недавно вышла замуж, она родила ребеночка, и пока она мама, пока она мама. О, приятный повод пропустить. пока так. Я думаю, ребенок чуть-чуть подрастет, и все будет нормально, если она захочет, мы ее в любой момент просто примем к себе, так, по-счестерски. Слушай, а она вот, у нее такой образ был, чуть-чуть переиграешь. Да. Она в жизни какая, насколько она от этого отличается или не отличается? В жизни она очень такой же человек. В смысле, нет, ну, в смысле, да, она очень активная, мощная, такая, всегда заряженная, то есть, легкий на подъем, типа, гоу, гоу, что там, что там, что там, да, недавно перед этой поездкой в Москву меня пригласили на проект опять-таки вокальный «Две звезды», где вот я выступал в качестве актера, и со мной должен был быть в паре профессиональная певица. То есть, я, к сожалению, не смог, я сразу, Гульнара, здесь такой классный проект, ты же поешь, я говорю, да, конечно, бро, смело, кидай номер, я сейчас поговорю, все, и она сейчас снимается, и, надеюсь, дойдет до финала, брошка. У тебя, Любопытно, еще есть опыт съемки в шоу «Маска» в Казахстане, и там я видел, что за тебя очень переживали болельщики, писали в комментариях, он должен был идти дальше. Слушай, а расскажи, пожалуйста, историю, что там в итоге-то происходило, потому что я, честно, и казахстан, не знаю, мне тяжело погрузиться в эту тему. Но честно, я очень сильно кайфанул от этого проекта, признаюсь, сразу, потому что я давно хотел прям поучаствовать в вокальном проекте, я люблю очень петь, я пою с детства, у меня семья музыкальная, я там, то есть, когда пришел в школу, в первый класс, я помню, как я с отцом, отец у меня тоже музыкант, он на обаяне, я стоял такой маленький в рубашечке и пел на линейке первой. После этого у нас есть такие конкурсы в Казахстане, как «Аньше балапан», это типа, если дословно перевести, «поющий цыпленок», вот такой, ну, цыпленок, ну, она же классная, милое создание, такое красивое, похоже на ребенка, да, и я участвовал там несколько раз, потом уже будучи школьником в седьмом классе, а, в девятом, в восьмом классе я попал в КВН и уже начал петь уже в КВН, то есть, и сама маска, это, наверное, была чуть-чуть такая детская мечта моя, поучаствовать там, попробовать себя как певец, как вокалист, я дошел в этом проекте до финала, до финала дошел, как бы со мной в этом сезоне участвовали достаточно такие опытные, классные уже певцы Казахстана и не только, ну, не только известные в Казахстане, то есть, и для меня попасть в финал с такими профессионалами своего дела была огромная честь, и я думаю, что я не проиграл в этом проекте, потому что я, ну... Это же не твоя основная карьера петь, я же правильно понимаю? Конечно, конечно. Я не упустил этот момент? Нет, 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 конечно. Сейчас окажется там три полотиновых диска, я тебя знаю, знаю только по юмору. Нет. То есть, для тебя петь, это просто, ну, как бы хобби, наверное, такое получается? Да, да. Я, к сожалению, не получил образование музыкальное, но я очень сильно люблю петь. А, кстати, скажи, пожалуйста, у тебя образование... Энергетик. Энергетик. Ты вообще, да, ты же... Вообще, я не связан с творчеством. Вот Даниэр с Бауржаном, да, они оканчивали, окончили актера. Актеры, да? Да, да, да. А ты вообще мимо, да? Нет, нет, энергетик. Слушай, а вот эти вот вокальные данные, это природные просто или ты занимался где-то? Нет, я не занимался. Думаю, это все-таки от отца и матери. Да? Ну, наверное, потому что, я честно, я даже не знаю, вот в школьное время всегда... Кстати, в школьное время, о, в школьное время я пел, я был в хоре, я пел в одного, то есть... В одного, в солистах хора? Да, в солистах, да, и было комфортно почему-то именно в школе. А потом уже, когда чуть-чуть вырос, уже нет, чуть-чуть начал стесняться. Уже такой, о, не я, можно не я, можно он будет, можно я вон там, где... А может, что-то произошло, скажи мне? Нет? Да нет, ничего. Просто как-то формировался, видимо, я. А давай чуть-чуть подробнее поговорим насчет того, что вы одна из самых поющих, хорошо поющих команд в юморе. Я не беру даже там КВН и так далее, потому что пацаны там хорошо шутят, но у многих даже слуха нет. Вы песни там раскладывали по голосам. Не придумав концепцию песни, великие знаки и осознали, что открытие мы совершили Светлогорска на Первом канале. Да. Хотя вот, как оказалось, я хотел спросить, типа учились? Вот ты говоришь, ты не учился? Нет. Парни, получается, что, пока учились актерского мастерства, там где-то, да? Нет, я думаю, что это все у нас в крови, на самом деле, да, если вы увидите наших родителей, они оригиналы нас. То есть у Бауржана мама народная артистка республики Казахстан, у Даняра отец просто самородок, он просто играет на всех инструментах, на всех абсолютно инструментах. Это хобби у него или это его профессия? Он также у нас поет, выступает, то есть у него есть своя аудитория, то есть в Казахстане, он всегда Хуана Шара двигается в таких местах, ну-ка, скажем, вот возле Агашек, Агашки, это вот такие мощные чуваки, которые говорят, Хуана Шара, пойдем сегодня там. Конечно, он с ними просто там вытворяет такие вещи. У меня, как я говорил ранее, семья тоже очень сильно музыкальная. моя тетя тоже народная артистка Казахстана и СССР, Роза Рымбаева. То есть это все у нас как бы вот так вот в генах это все есть и разлаживать песню в три голоса, честно сказать, мы, наверное, умели и до КВНа. То есть, когда мы уже познакомились, а давай здесь так, о, классно, давай тогда ты третий, тогда я здесь уйду на второй, тогда ты основной, а мы можем еще меняться, то есть голосами. Давай ты в припеве уйдешь на третий, а я вниз на второй иду, давай окей. То есть. Ну, Арнат не поет, я понимаю, да. Я думаю, Кеша тоже не пел, кстати, пока не связался с нами, поэтому дайте чуть-чуть времени Арнатику, я думаю, он будет ловить четвертый голос будет. А Кеша запел, да, Слава? Да, да, Кеша очень хорошо запел. Спрашиваю у тебя, как у человека с продюсерским опытом. Дальше, у команды, какое, может быть, вы обсуждали будущее в плане своего проекта? Если вообще обсуждали. Ну, пока, пока разговор был про такое, что после этого будет обязательно свой проект у команды Астана. Буду ли я участвовать в нем как участник, это еще неизвестно, но в любом случае я с командой буду всегда нужна вот моя помощь, не знаю, как самого старшего среди них или как самого опытного в этом деле. Да, я буду всегда безвозмездно, необязательно быть в доле, с этими ребятами буду, как у нас говорят, до талого, до конца. Но проект, да, планируется. В любом случае, пока, пока в голове только вот выиграть этот проект, который сейчас идет. Мы сюда вот теперь подошли, можно сказать, наверное, осознанно вот здесь, хотим вот внутри. До этого мы чуть-чуть пришли, типа, во, такой мощный проект, давай начнем, там видно будет. А сейчас прям хотим выиграть. Все, вот, сейчас вот планируем выиграть, а дальше, я думаю, двери откроются во многих направлениях. Ну, а глобаль, что-то еще? Слушай, мы съездили, мы дали первый большой концерт в Казахстане. Было круто. Мы сами, то есть, кайфанули от этого. Ну, и тогда, соответственно, дальше как команда, да, как проект куда-то? Команда дальше. Ну, конечно же, знаешь, это как клеймо, наверное, у нас. Многие всегда говорили, что, блин, вы же ребята креативные, почему вы не создаете свой проект, почему вы свой шоу не делаете? У нас всегда были отмазки, то есть, мы говорили, мы сейчас играем КВН, чуть-чуть не до этого, у нас сейчас времени нету, нам надо результаты показывать, на нас Казахстан смотрит, то есть, мы должны там, у нас была мечта стать чемпионами, казахи чемпионами не были, давайте тоже, мы попробуем, то есть, это сделать. Получилось, приехали на родину, и такие, что, будем создавать проект? А давайте чуть-чуть отдохнем, потому что мы же к ВНам долго типа отдали времени, и все, и отдохнули, получается, где-то на 3-4 года примерно. Ничего не сделали, не создали, но при этом, конечно же, каждый что-то делал, то есть, там, Даняр песни писал, там, Лжас в фильмах снимался, я там по своим проектам, Верки Булан, у него свой проект, Арнат Вайнер, вот, и, когда началась игра, мы думаем, о, все, то есть, заново пошла вот эта вот волна, что вот, парни же крутые, парни же крутые, мы такие, все, давай создаем проект, игра закончилась, концерт, ну, давай, концерты закончатся, после концерта, сейчас звезды начались, и вот сейчас думаем, блин, звезды, когда закончатся, надо реально проект создавать, в каком году, я не знаю, может, в 2030-м создадим, когда-нибудь вечернее шоу, у нас же в стране просто всегда так, у нас бешеная же поддержка в Казахстане, если спортсмен куда-то едет, вся страна смотрит, если там футболку с кем-то играет, вся страна смотрит, если там Димаш Куда и Берген, да, в Китае дает концерт, или участвует в шоу, все смотрят это сразу, Геннадий Головкин бьется, в 6 утра, там, без разницы, в 5 утра, все казахи просыпаются, Шафхат Рахмонов, UFC, все казахи просыпаются, ну, надеемся, что вот появится шоу, и нас тоже посмотрят. Вот мы как раз, я у Юргей Булана, я ему задавал вопрос, типа, как вы думаете насчет шоу своего, да, потому что у вас столько поющих людей, может, вам надо стоить? Да, мы очень долго думаем про это, если честно, мне иногда кажется, надо, иногда мы думаем, блин, мы слишком заморачиваемся, надо просто тупо начать, и все, нужно начать, и потом уже понимать, во что это все перерастет. Пока мы думаем, блин, мы же Спарта, мы же чемпионы, мы же юмористы, если мы должны заходить, там, с каким-то проектом, то он должен быть бомбическим, там, сильно смешным, сильно классным, там, и так далее. Но я думаю, да, время идет, и я думаю, в скором времени у нас, это уже в голове, в мыслях есть, мы уже начнем свой собственный проект.